Привет, народ! Привет всем! Наконец-то у меня руки дошли до следующего закупа. Ё-моё, сколько у нас не было видосов на канале. И, ребята, это в первую очередь связано с тем, что просто, я не знаю, сейчас пошло такое время, что нет абсолютно свободного времени. То есть, ну вообще никак. И суббота, воскресенье, конечно же, немножко свободное время появляется. Но, вы знаете, я сейчас открыл для себя игры в цифре. То есть, я покупаю сейчас в цифре игры, которые не выходили на дисках, то есть на физических носителях для консолей PlayStation или Xbox. И, вы знаете, я понял, что в цифре очень много обалденных игр. И меня прям снова окунула, знаете ли, захватила такая штука, как вот раньше со мной было. Вот я жду субботы, воскресенья, чтобы тупо включить мою Xbox Series X и начать во что-то играть. И я сейчас играю, знаете, в такие маленькие игры, ужасы или еще какие-нибудь там приключения. То есть, это такие коротенькие, взбитые, компактные игры, которые идут максимально, ну часов по 5-6. Я их прохожу залпом, то есть, вот сел, прошел. И, вы знаете, вот опять же наблюдаю за собой такую фишку, что абсолютно у меня пропал интерес к новым играм. То есть, к каким-нибудь эксклюзивным играм от Sony, например, или от Microsoft. Или какие-нибудь AAA продукты. Ребята, я не знаю, что со мной творится. Может быть, с вами такая же ерунда творится. Я не знаю, может быть, это и не ерунда даже. Но просто сколько много игр выходит. Я их, конечно же, покупаю. AAA продукты, бомбасты вот эти вот, знаете, блокбастеры. Вообще не тянет в них играть, ребята. Потому что я прекрасно знаю, если у меня суббота, воскресенье. Я включу опять какой-нибудь блокбастер, например, и я в него буду идти как на работу. Что я буду точно отчетливо знать, что если я вот начну сейчас во что-то играть или продолжать играть в какой-нибудь открытый мир, то все мое свободное время, например, суббота и воскресенье, я потрачу на то, чтобы только зачистить карту от вопросиков или еще от чего-то. Потому что я такой по натуре человек, если я что-то вижу на экране, например, там вопросик или какое-то интересное место мне разработчики показывают, я обязательно туда бегу, чтобы собрать или ништяки, или просто тупо посмотреть, что там разработчики для меня приготовили. Мне, я не могу, знаете, я просто комплицист. И вот из-за этого вот такие игры, как Cyberpunk, как, например, Horizon Forbidden West, как Ведьмак 3, это все обалденные, наикрутейшие игры. Здесь вообще никто с этим не поспорит. Но единственное, что меня отталкивает от этих игр, ребята, это вот этот большущий открытый мир. То есть открытый мир мне нравится, но я все больше и больше за собой замечаю, что этот открытый мир, он для меня сейчас становится, я даже не знаю, не только неинтересен, он для меня становится противен. То есть каждая новая игра сейчас имеет открытый мир. И я хочу в нее поиграть, но я отлично знаю, что я не смогу в нее поиграть, насладиться, А мне каждый день туда как на работу надо будет ходить Ребята, я просто не знаю, что творится И вот знаете, вот подойдем опять к началу этого интро Я покупаю сейчас игры в маленькие вот эти всякие ужасы, survival-хорроры Вы знаете, какая красота? Ты садишься в эту игру, играть в какую-нибудь, да, например, последнее Что я последнее прошел? Последним я прошел Lake Ее можете взять по Game Pass на Xbox То есть на PlayStation есть диск, можете купить Небольшой спойлер, да, он сегодня, конечно же, у нас будет Потому что мне игра очень понравилась И вы знаете, Lake, нормальный человек, сядет в нее две минуты, поиграет, скажет Что за туфта? Что мы делаем в игре? Мы разносим почту, мы разносим fucking почту Больше мы ничего там не делаем И вы знаете, почему-то вот эта маленькая игра меня так в себя, я не знаю, захватила Вот этот вот прекраснейший мир, красивый Нарисованный, как, не знаю, как салшединг, по-моему Это даже нереалистичная графика И я все больше и больше понимаю, что, ребята Как-то что-то меняется Или с игровой индустрией, или со мной в целом К чему я это интро делаю? Что просто вас спросит Ребята, вы замечаете за собой такую же тенденцию Что все больше и больше вы хотите играть в маленькие игры? Потому что вы прекрасно знаете Вы их начнете И они хлоп и закончатся через 5-6 часов Вам не нужно будет пылесосить всю карту Вам не надо будет гриндить Вам не нужно будет левел как-то набирать То есть, я не знаю Единственное из последнего, что мне действительно понравилось Но очень недалеко прошел Потому что, во-первых, опять же, времени нет и все Это Elden Ring То есть, мне понравилось, что Elden Ring Это тот же самый Dark Souls Только теперь в открытом мире И вот опять же, когда я захожу в данжен В какой-нибудь так называемый Legacy Dungeon То есть, вы знаете, в игре Elden Ring Там есть 5 или сколько там вот этих вот мест Таких больших замков или что-то такое Где вы можете туда заходить И там проводить следующие 5 часов И вот когда я скачу по открытому миру Мне не нравится Меня иногда даже подташнивает Но как я захожу в Legacy Dungeon Мне прям, знаете, опять захватывает И просто играй и играй Ребята, мой вопрос У вас такая же ерунда? Или вы до сих пор играете во все свежевышедшие Или выходящие AAA продукты с открытым миром? Например, такие как Horizon Forbidden West Как Ghostwire Tokyo Как, я не знаю, Dying Light 2 И самое интересное Вы играете или вы точно так же пытаетесь все зачистить И потом как-то, я не знаю, через 40 часов Смотрите на время и думаете Ё-моё, я ничего не сделал А прошло уже почти 40 часов Мне просто интересно ваше мнение, ребята И вот из-за этого К чему я это опять же все говорю Сегодня у нас, опять же, таких блокбастеров здоровых не будет То есть, сразу повторяюсь У нас сегодня будут такие псевдоэксклюзивы для Соньки Но ничего такого сверхъестественного Ребята, я давно с вами не виделся И я просто хотел с вами поговорить вот в этом интро Теперь, собственно, к самому, ну я не знаю, вот этому Закупу игр Ребята У нас сегодня всего 35 игр Да, ребята И, насколько я помню вот это все Вы знаете, это самый-самый дорогой закуп То есть, не самый большой Потому что у меня были игры Закупы Я делал уже там и по 40 игр было И может быть даже по 40 с чем-то Я не помню Но этот самый дорогой Вот за эти 35 игр, ребята Держитесь Если вы сейчас стоите Вы присядьте лучше А то вы скажете Ну ты больной И будете, в принципе, правы Ребята Вот за это, за все Я дал более 900 евро То есть, для вашего понимания Вот этот 35 игр Стопка стоит почти 1000 евро И здесь сразу небольшое примечание Ребята Если бы я эти игры Где-нибудь брал бы на ebay Или на нашем немецком амазоне Мне бы пришлось Почти 2-2,5 Мне бы за это, за все отдать Потому что некоторые позиции Стоят баснословных денег Кругом там Или на ebay Или на амазоне Но я все эти игры Взял залпом За один, знаете, так сказать Заказ На странице На немецком сайте Нифига, ребята Не реклама Потому что вы прекрасно знаете Мой канал Он 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 против рекламы У меня нет монетизации Никогда не будет Никаких реклам Я не принимаю Мне писали несколько раз Покажи рюкзак Покажи карандаш Покажи унитаз Нет, ребята Никогда этого не будет Потому что это остается Всегда моим хобби Потому что я прекрасно знаю Как только начну получать За контент деньги Которые мне нравится делать Это превращается опять же в работу Я этого не хочу Так вот, ребята Нифига не реклама Но на сайте NetGames Который я Где-то По-моему Два или три Недели назад Я вам показывал этот сайт Я просто тупо сел за него И думаю Мы с вами Полазим По этому сайту И посмотрим на игры И вы помните Я там где-то около Тридцати пяти А может даже и сорок Игр поклал себе Или положил Спасибо большое Кто меня поправляет Всегда у меня с языком Небольшие проблемы до сих пор Я стараюсь исправляться Но, короче Я положил несколько игр В себе В этот В короб И потом Когда я уже сел Знаете полностью Что Начал фильтровать игрушки И вот 35 игр я выбрал Которые мне здесь И сейчас нужны То есть Вот именно сегодня И вы не представляете Я до сих пор не понимаю На какие Шиши Живет этот сайт То есть Опять же Некоторые игры Как я уже вам и сказал Некоторые игры стоят Например На том сайте На котором На нетгеймсе На котором мы лазили Кстати Если кому интересно Можете видео найти на канале Я там просто тупо сижу на компе И смотрим на игры Я там возмущаюсь Что как можно продавать Так дешево игры Это нелегально Так дешево продавать игры Что на бок Что на плейстейшн Что на плейстейшн 5 И вот я там Насобирал И ребята Если бы я некоторые Опять же повторюсь Игры эти покупал бы На амазоне Или на ebay Эти игры там стоят По 65 По 70 евро Здесь же я брал По 40 Или по 45 То есть В некоторых позициях Я делал экономию По 20-25 евро В том числе Например Ребята Это будет небольшой спойлер Но боже мой Вы знаете Я спойлеров не боюсь Например Игра MotoGP 22 Которая только что вышла А там обновление Для Xbox Series X Все как надо Смарт-деливери То есть На одном диске Все версии И вы знаете На амазоне Она до сих пор Стоит 69.99 На ebay Она стоит 69.99 В этом сайте NetGames Опять же Я не понимаю На что они живут На этом сайте Я эту игру взял За 45 евро То есть Экономия Нереальная И думаю Нет Я не буду сейчас Знаете Вокруг да около Бегать Думаю Возьму сразу Все Что мне понравилось В этом сайте И думаю Сразу 35 Этих игр возьму И когда я увидел То что мне показывал Счетчик Около Там 913 по моему Евро Я думаю Ребята Я должен Я должен Это сделать Взял И ребята Не поверите Там еще Около 20 или 30 Игр есть Которые я Обязательно В будущем Возьму Так что ребятки У нас еще 100% будет закуп Точно такой же здоровый Может быть Немножко поменьше И вообще Как вы видите У нас здесь сегодня 35 игр всего 25 на Xbox Если точнее сказать А остальные 10 на Playstation 5 И на Playstation 4 А если вообще Еще точнее сказать То у нас 25 игр на Xbox И 3 игры Для Playstation 4 И 7 для Playstation 5 Пару игр конечно же На Playstation 5 Мне здесь пришлось Перекупить Потому что У меня есть уже Эти оригиналы Так сказать На Playstation 4 Но вышел патч Обновление И я обязательно хочу Чтобы эти игры У меня были На диске Так сказать Так что пару игр Я здесь перекупил С Playstation 4 Теперь они у меня В дубликатах Но этот дубликатом Нельзя назвать Потому что некоторые игры У меня на PS4 Другие на PS5 Ребята Вы видите Меня давно не было И просто охота С вами посидеть И побазарить Я не стал делить Это видео На несколько Знаете 10 игр Сегодня показать 10 игр потом Там на Playstation Отдельно Нет Сегодня мы будем сидеть До посинения Ребята Мне на прошлом видео На Playstation 5 Очень много людей Написали Новые люди Которые приходят На мой канал И абсолютно не знают Что их здесь Вообще ждет Какого рода Контент я делаю Мне очень много Человек Наверное 20-30 Написали Зачем Зачем 2,5 Часа Делай 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 Геймплей С голосом То есть И этим самым Я там Заголпался Писать И скажу Здесь еще раз Ребята Именно Эти мои каналы Отличаются От всех других Я Никуда Не тороплюсь Мне не нужно Уложиться Или укласться В 10 15 Или 20 Минут Ютубного Времени Потому что Вы знаете Многие Миллионные Аудитория Смотрят видео Не больше 15 Минут Потом пропадает Интерес У меня Видео Нацелены Не на такую Аудиторию У меня Знаете Мои видосы Нацелены Не на Поколение Тиктока Где Я не знаю Внимание Может у молодых Людей Держаться Только одну Минуту И не больше Нет У меня Спокойные Стандартные Длинные Видео Кому нравится Тот смотрит Кому не нравится Тот не смотрит Кому нравится Но реально Скукотищей Кажется Разбивают Видео И смотрят По 3 По 4 Захода Может быть За 8 Заходов Я не знаю Так что Ребятки Какие видео Были Такие Они и будут То есть Я могу себе Это позволить Еще раз Повторяюсь Ребята Потому что У меня нет Монетизации И я не целюсь Никуда У меня нет Направления Завоевать Ютуб И стать Знаменитым У меня нет Направления Завоевать Ютуб И зарабатывать Здесь деньги Нет Это все Хобби И оно таким Остается И именно Я надеюсь Что на этот Канал приходят Люди Точно С таким же Интересом Никто хочет Быстро посмотреть Про какую-то Одну игру Нет А кто просто Любит Смотреть Что же Вот этот Не сильно умный Человек Почему не сильно умный Потому что Ну кто в наше время За 35 игр Отдаст Почти 1000 евро Ребята Что же этот Не сильно такой Умный Молодой человек Купил на этот раз И вот именно Сегодня мы на это На все Ребятки посмотрим Давайте уже будем Начинать Ребята Сейчас мы переходим Опять На наше Классическое место На кухню Я обязан был С вами поздороваться Опять вот так вот Потому что Меня давненько Не было Повторюсь Ребята И да Я когда сейчас На эту стопку Смотрю Вы будете смотреть Два или Два с половиной Три часа Нон стоп Для вас все окей А я когда смотрю На эту стопку Мне становится Немножко страшно Потому что Ребята Мне сейчас Во первых Нужно это все Распаковать Потом это все Заинсталлировать Потом Каждую игру Запустить Записать геймплей Посмотреть Поддерживается ли Русский язык Потому что Ребята Многие не понимают Зачем я пишу Поддерживается русский Или нет То есть Ребята Это же очевидно Что если человек Живущий Где-то на территории России Или где-то в Азии Посмотрит на европейские Издания И поймет Что ага На этих дисках Есть русский язык И закажет Из-за бугра То есть Ну это же понятно Меня много раз спрашивают А зачем ты пишешь Русский Есть Русский Нету То есть Вы знаете Если вы посмотрите В описании Я там описываю Все Какие игры Поддерживают русский язык Какие нет Так что Очень мне становится Страшно И самое главное Проинсталлировать Ребята Я начинаю сталкиваться С небольшой проблемой На PlayStation 5 У меня заканчивается место Кто бы мог подумать Да там эти 700 гигабайт Или может быть меньше Не помню Ну давайте округлим Пусть будет И мне его становится Очень-очень мало И Проблема на PlayStation 5 Она видит Честкие диски Максимально 8 терабайтные И вот мой 8 терабайтный диск Уже полностью Практически забит PlayStation 4 играми Нужно следующий Жесткий диск Жесткий накопитель Покупать Но блин Дилемма PlayStation 5 видит Только один Жесткий диск Одновременно То есть Придется их постоянно Туда-сюда перетыкать Или как Короче я Начинаю на PlayStation 5 Немножечко Сейчас Знаете Сталкивался с такой фигней Что банально Нехватка места у меня Ну да ладно Ребята Это будет мои проблемы А кстати Небольшой спойлер Может быть в следующем месяце Потому что в этом месяце Я уже это не потяну 100% по деньгам Но скорее всего В следующем месяце Ребята Я собираюсь себе взять 4 терабайта SSD на PlayStation 5 И вместе с вами Мы ее туда Знаете так сказать Встроим И я хочу Чтобы да У меня на плойке Было 4 терабайта Хотел бы больше Но больше пока нету 4 это максимально Максимальная Так сказать Вместимость Этого накопителя SSD И цена В принципе точно такая же Как и здесь Там 900 евро 830 чем-то Так обязательно Я хочу это взять Потому что Терабайт мне будет мало 2 терабайта мне будет Маловато 3 терабайта Когда-нибудь оно закончится А вот 4 максимально Хочу все-таки туда поставить Ребята Надеюсь вы не уснули Вот это контент Моего канала Когда я с вами базарю Обо всем Хотите еще даже прикол Давайте о погоде Ребята Раз уж мы тут Хорошо так сидим Наконец-то Настало лето Ребята Или практически наступает У нас Очень становится Тепло И этим самым В доме становится Жарковато И теперь дома Когда я сижу Например играю в игры В субботу-воскресенье Становится немножко Неприятно То есть жарковато Интересно кстати Можете в комментариях Опять же написать Ребята Как вам вообще лето Вы любите лето Или вы такой же человек Такая же натура Как у меня Я обожаю зиму Я обожаю осень Я обожаю Хорошим таким знаете Серым Дождливым днем Сесть дома Посмотреть хороший фильм Хороший сериал Или поиграть в любимую игру Ни в коем случае Не открытый мир И мне просто Это нравится Ребята Кстати Обязательно Хочу вам еще здесь Сполернуть Скоро будет видео Разговорное Где я с вами поговорю Обо всем Что мне лезет в голову И меня долго не было На ютюбе Опять же Сколько 12 дней Для меня это уже долго Ребята Реально у меня Прям ломка Охота что-нибудь Запилить вам Обязательно посидим И поговорим Обо всем Это вот вам Такие вот Анонсики Ребята Все кто заснул Просыпайтесь Ребята Закупчик Я думаю Начинается Так что Позвольте В принципе Откланяться Интро Я думаю Сколько-то Минут 25 На базаре По барабану Вы всегда Можете Все перескочить На Как вам сказать На следующий Этот Я всегда Видео делю По эпизодам Все для удобства Все для вас Кому нравится Смотрят Залпом Ребята Переходим На наше Классическое Место И давайте В принципе Будем Начинать Ребята Будем Начинать Потому что Рано или Поздно Все-таки Начинать Надо Я не смогу Отталкивать От себя Этот момент Все дальше И дальше Надо Начинать Ребята Итак Народ После такого Долгого Придолгого Интро Начинаем Все-таки Наш Уже Закуп И как я И сказал В интро Ребята Еще раз Повторюсь Знаете Так сказать Для общего Понимания Все эти диски Почему я Не купил Эти игры В других Магазинах Как я Уже И сказал Ранее Их Или Практически Нигде Нету А если Даже И где-то У нас В магазинах Они Лежат То За Очень Большие Деньги То есть Амазон Ибэй Некоторые Из этих Позиций Продают За баснословные Деньги И вот Например На вашем Экране Вы сейчас Видите Вот эту Игруху Астерикс Обеликс Слэп Дэм Единственном Варианте Для Иксбокса То есть Для Плейстейшн Вы можете Купить Без проблем Для Плейстейшн 4 Но Вы Знаете Я Коллекционирую Игры С большим Приоритетом На Иксбокс И вот Я искал Эту Игру Для Иксбокса И на Эбэй Нужно было Заказывать Черт Откуда То С какой Америки Что Опять За Пересылку 14 Евро За саму Игру 70 Евро Думаю Ну Нафиг А вот На этом Магазине Нет Геймс Ребята Я ее Нашел За вполне Нормальную Цену За 35 Евро То есть Для такого Раритетного Продукта Это очень Круто Так что Ребятки Как я уже Сказал ранее 35 игр Давайте Начнем Собственно С Иксбокса По другому Это не может И быть И в конце Мы посмотрим Также И на Игры для Плейстейшн 4 И для Плейстейшн 5 Ребятки Давайте Будем Приступать И предлагаю Ребята Начать Конечно С игры Которая Сама Себя Заспойлерила Это Астерикс И Обеликс Слэп Дэм Ол Как я уже Сказал В интро Игруха У нас В Германии В принципе Вообще Ее Очень Трудно Найти Но Если Даже Найдете То Только Для Плейстейшн 4 Для Эйксбокса Фиг Где Вы Что Найдете Но Вот В этом Магазине Он Находится В Германии Так Что Все Что Я Сказал Ранее Можно Перечеркнуть Потому Что Эту Игру Я Нашел Именно В Германии Так Что Ребятки Давайте Будем Открывать Я Не знаю Как Ее Где Здесь Открыть Потому Что Вы Видите Это Игруха Находится У нас В Слипе В так Секундочку Я Прям Не знаю Что Вот Скажите Мне Как Здесь Что Вроде 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 Б Пошло Главное Чуть Чуть Поддеть Знаете И Пойдет Так Ребята Чисто Ради Интереса У нас Сейчас Без 15 6 Посмотрим Сколько Мы Здесь Просидим Но Сразу Хочу Сказать Что Здесь Очень Много Игр О Которых Мне Тупо Нечего Сказать То И в принципе Мы сможем Так Сэкономить Время Итак Как вы Может Увидеть Блин Я уже Опять Только Видео Начинается Я уже Начинаю Здесь Блин Коверкать Язык Как вы Может Уже Увидели Ребята То Эта Игруха У нас Выходила В слипе То есть Хоп Видите Да Вот такой Небольшой Слипчанский Тут у нас Астерикс Обелик Слип Дам Ол И Что Это За игруха Ребята Это Как в принципе И все Астериксы Это Тупое Месиво То есть Почему тупое Это потому что В игре Вам больше Нечем заняться Как только Ходить И бить Римлян И все Вот такие вот Карточки у нас Находятся Какие-то Непонятные Окей И Вы не поверите Но вот Именно Почти такая Графика И в игре То есть У нас Вид 2D Рисованный То есть Реально Как мультик Сделанная Игруха И Я не знаю С чем связана Такой Как вам сказать Такая раритетность С этой игрухой Ну вообще Я не могу себе Объяснить Так Как вы видите Силд Все как надо Открываем И Не было Нативного порта Для Допустим Для PlayStation 5 Или для Xbox Series X То есть Как вы можете Увидеть Игруха идет Тупо по обратной Совместимости У нас на Консоли Xbox Series X И также идет По обратной Совместимости С PlayStation 4 На консоли PlayStation 5 То есть Никаких обновлений Ничего Игра нам Не Предусмотрела Так сказать Но ничего страшного И если честно Знаете Да здесь В принципе Это Никаких обновлений И не надо Если вы меня Спросите Потому что Игруха А чему Здесь обновляться Посмотрите Зачем Я вам Эти скрины Показываю Все равно Мы здесь Посмотрим На геймплей Я постараюсь Геймплей держать В этом видео Покороче Секунд по 30 Может быть Максимально По минуте Чтоб Знаете Чтоб не задерживаться Опа И там Смотрите Я открыл И что-то Вылетело Первые Налиплялки Пошли Вы не представляете Когда я делаю Эти видос У меня здесь Специальное место Оттуда налепляю Вот эти вот Липучки И под конец видео У меня там такая гора Их вообще Так Ага Здесь что мы видим Мы здесь видим Опять Какие-то Наклейки Что-то непонятное И вот такой вот Смотрите Вот такой вот брелочек Давайте его Откроем Потому что Как вы знаете У меня распаковки Они Не распаковки Так что Будем открывать И смотреть Что такое Ну в принципе Чем-то напоминает Знаете мне Брелок Который был В Sonic Sonic Generation Или как он назывался А Sonic Colors Помните Да Ну такая Штучка Если кому интересно Можете Я не знаю На портфель Себе повесить Ну окей Мелочь Как говорится А приятная Так Здесь у нас Какие-то Непонятные Прилепляшки Все это мне По барабану Ребятки И сам диск Конечно же Сам диск Который нифига Не крутится Вот такой вот Ну так Себе И Как вы меня знаете Вот этот вот Слип С вот этими Карточками Уходит Конечно же У меня В мое Секретное Местечко Как вы знаете А остается Именно Вот такой вот Дисочек Так что Ребята Астерикс Облик Слэбдом Ол Очень рад Что Диск У меня В коллекции И следующая игруха Это у нас Monster Energy Supercross The official video game И вы помните, в прошлом Хотя нет, в прошлом у нас в закупе был Этот закуп был посвящен PlayStation 5 и PlayStation 4 играм А позапрошлый закуп, если вы, ребята, помните Я купил За какие-то 9 евро По-моему, на Амазоне четвертую часть Вот этого самого Monster Energy Supercross Диск был Специально сделан для Xbox Series X И на Амазоне, как вы помните, эту прикольную историю Судя по всему, что-то пошло не так И работники Амазона Неправильно расставили цены То есть, в то время, когда Xbox One Версию продавали чуть ли не по 35 евро Xbox Series X версию продавали за 9 евро Я, конечно же, взял, потому что Ну, за такие деньги, почему бы не взять И тем более, речь идет о гонках А вы знаете, гонки мне нравятся в любых их проявлениях Так что, я, конечно же, взял четвертую серию Заинсталлировал, поиграл, все прикольно И думаю, ну, а теперь, знаете, как бы, ну, не состыковочка Нужно обязательно еще и первые три части И, конечно же, я купил первую часть В том же самом магазине NetGames И это единственная игра, которая была на NetGames Которая была нужна мне В бэушном состоянии Я, конечно, ее сразу купил Чтобы, знаете, убить сразу двух зайцев Первого зайца можно назвать Что я себе в коллекцию Заимею первую часть вот этого самого Мотокросса А второй зайц Это этим самым я посмотрю Что за бэушные игры В каком состоянии они в этом магазине И, ребята, в принципе, скажу честно Ничего другого не ожидал Состояние просто обалденное Конечно же, как и в любых других случаях Когда я покупаю бэушные игры Которые больше нигде нельзя взять И, кстати, да, ребята Почему я еще ее взял на NetGames В бэушном виде Потому что ее нигде нет Ни на Амазоне, нигде А если даже на eBay есть Только за 30 евро Ну, ребята, ну, дороговато Знаете, я в этом магазине взял ее за 9 евро И, как и всегда, в принципе Я поменял подкассетник И все, все отлично Как вы видите, Xbox One X Enhanced В игре Да, в принципе, ребята Ну, как можно описать гонки на мотоциклах Да тупо ездим на мотоциклах По каким-то специальным сделанным препятствиям И пытаемся прийти или первым Или победить, я не знаю, там кого-то по времени Ребята, ну Раз уж сет я начал То я обязан его добить Гонки на мотоциклах Род 96 Игруха, которая вышла недавно И, ребята, как и со всеми последующими играми Которые я вам буду показывать Чтоб я не повторяться постоянно Опять же, эта игруха у нас вышла И на Амазоне она имеется Да, вы ее можете купить Как для PlayStation 5 Как для PlayStation 4 Так и для Xbox Диск, в который содержат все версии Как вы знаете Xbox Series X и Xbox One со Smart Delivery И эта игруха на Амазоне у нас стоит Практически 50 евро А в этом магазине я купил в два раза дешевле То есть, по-моему, за 20 или за 25 евро То есть, я опять же повторюсь Я не понимаю На какие шиши живет этот магазин Если он свой товар продает В два раза дешевле И самое интересное Все, что мне нужно Было в этом магазине Всегда было в наличии То есть, у меня Не покидает смутное сомнение Что про этот магазин Очень мало людей в Германии знают Да и в принципе Почему в Германии Могут даже люди Которые живут где-нибудь В Австрии В Швейцарии Во Франции В Испании Могут заказывать здесь Я уверен То есть, я очень рад Что наткнулся на вот этот Но-нейм магазин Круто Так вот Ребятки Что это такое Это у нас Road Movie Так сказать Но в этом случае Это не Road Movie А Road Game У нас парочка По-моему Ребята Я сам точно не знаю Где-то описание Читал давным-давно Парочка Молодых людей Пытаются добраться С одного места В другое Останавливая По-моему Машины Или еще что-то И вот У вас Я не знаю В каких-то местах Какие-то Траблы на вас Как вам сказать С вами случаются Какой-то вам нужно Делать выбор Я не знаю Зависит ли от выбора Последующие действия В игре Или нет Без понятия Самое главное Это новиночка Ребятки Как вы может Уже увидели Подкассетничек У нас опять же Вот этот вот Новые игры Все на Xbox В таком подкассетнике Выходят Мне он становится Нравится Все больше и больше Потому что вот здесь Много информации Но дилемма Ребята Я еще у нас Не видел Эти подкассетники То есть вы знаете Для Xbox У меня полно Подкассетников На черный день Так сказать Но там везде Надпись Xbox One Выгравирована я Здесь же ее теперь нет Этих подкассетников У нас пока нет Ну окей Опять же Вы можете увидеть Вот этот вот Значок Смотрите Мерч Помните Это опять же Кантовра Которая делает Очень маленькие Релизы на дисках Похвально Очень-очень похвально Рот 96 Вот такая вот графика Чем-то напоминает Знаете Стилем Life is strange Вот эти первую Вторую Третью Я не знаю почему Здесь сразу у нас Для Знаете Так сказать Для людей Кто не может терпеть Есть ли русский язык Или нет Вот здесь даже написано Смотрите ребята Русский Интерфейс И ну короче Субтитры у нас На русском языке А полностью голос На английском Классно Давайте будем открывать Так И дисочек Очень прикольный Дисочек Особенно вот это Мне нравится Белая линия Под надписью Xbox Xbox Series X Xbox One Я не знаю Но придает Какой-то Какой-то колорит Диску Ну прикольно Ребятки Очень-очень рад Игрушка также Вышла еще и На Nintendo Switch То есть Полностью Вот это вот Одна из Последних Релизов Которая Доступна Практически Везде На любых Платформах На физическом Носителе Это круто Нос Neckl Доступна Позвольте мне вопрос. Я могу мультитаскать, как мфр. Я не хочу избежать меня. Но я знаю человека, который знает человека, который знает девушку, который скрылся, используя какие-то секреты тоннели на сайте. Конечно, если я уже взял Monster Energy Supercross первую часть, то я обязан был также купить и вторую часть. И для вашего понимания, конечно же, нетрудно догадаться, что у меня и третья часть также есть, и мы в этом закупим и на нее посмотрим. Но опять же, для вашей информации, первую часть у нас более-менее можно где-то найти, третью можно найти, четвертую. Вторую часть, вот именно вот эту, фиг где найти у нас в Германии. Только если где-то есть на eBay в поддержанном виде. На этом же магазине опять, на NETGAMES, я просто увидел эту игруху, она там стоит за какие-то 20 евро сразу, без всякого вообще. Сразу ее беру и очень рад, что, знаете, так классно покупать игры, которые тебе нужны в одном месте, это просто восхитительно. То есть, ребята, я зашел вот в этот магазин, там полазил, нажал один раз на кнопку купить и на следующий день, да, вот такая вот офигенная доставка, то есть сегодня заказал, завтра вечером уже и эти все игры пришли в коробке в большой, хорошо упаковано, все четко. То есть, как круто, никаких лишних движений. Нажимаешь один раз на купить и тебе все игры, которые ты выбрал, приходят за один момент. Вы не представляете, сколько у меня марокки с Амазоном, eBay, вот этим вот сайтом в Швейцарии. С одной стороны придет парочка игр, с другой две, с другой пять, с другой одна. И вот все ждешь, пока они все придут, чтобы из них, знаете, закуп как-то сделать. Здесь классно, сразу все в одном месте. Так, ребята, в принципе, о игре, ну что тут о игре? Опять же, гонки, вторая часть, Xbox One X Enhanced и Milestone. Milestone, как вы знаете, принадлежит Embracer Group, которая недавно, вы помните, да, скупила за 300 миллионов обалденные студии от Square Enix. Может быть, в отдельном видео поговорим, я очень рад насчет этого. Так, и ух ты, здесь вы посмотрите, прям, прям улучшение на лицо. Намного прикольнее как-то вообще все сделано, я не знаю. Так. Очень рад. И диск просто ужасный. Как можно вот так вот делать, я не знаю, оформлять диски? Ну, не пойдет, не пойдет, если вы меня спросите. То есть, как-то так. Ребята, вторая часть офигенной, ну как офигенной, не то, что офигенной, а игры, серии, которую я хотел собрать. И, наконец-то, я по чуть-чуть это делаю. И, наконец-то, я не знаю. Опа как, нежданчик, да, ребята? Наконец-то настал тот день, когда эта офигенная игруха, я почему-то не сомневаюсь, что эта офигенная игруха, вышла на консоли. И, если вы спросите меня, я не знаю, а на PlayStation 4 выходила эта игра? По-моему, нет. Потому что, судя по этой надписи, игра выходила только для Xbox Series X. Значит, на PlayStation она выходила только для PlayStation 5. То есть, для старого поколения, к сожалению, эта игра не выходила. Я не знаю, с чем это связано. Потому что, если вы, опять же, спросите меня, ребята, то я не вижу в этой игре ничего такого сверхъестественного, с чем бы не справились наши консоли прошлого поколения. Такие как PlayStation 4 и Xbox One. Не знаю. Что это за игруха? Это, насколько я знаю, а знаю я о ней много, но, честно сказать, у меня небольшой респект от этой игры, потому что это не совсем мой жанр. И я прекрасно понимаю, что меня в этой игре ждет. Это у нас ролевая игра и стратегия в одном. И не ждите от этой игры каких-то крутых боевых сцен или еще чего-то. Нет. Здесь тупо все, насколько я знаю, ребята. Может быть, я, знаете, даже половину об этой игре не знаю, но сколько вот я видел видео, скриншотов, постоянно я кругом видел рундаментарность. То есть, просто какая-то карта, какие-то надписи и вот твори, убивай. И тебе раз там пишут, о, ты победил того, а тот превратился в того, у того вырос сын, начал на тебя агриться, ты сына берешь, шинкуешь. Короче, вот это все, да. Но все у нас, я не знаю, в игре делается вот этими вот надписями. То есть, как таковых здесь 3D боев нету. Но окей. Игруха стоит невероятных денег у нас на Амазоне. За нее просят 70 евро. Ребята, на этом сайте я ее купил за сороковник. То есть, это новый релиз, который только что вышел. И я его взберу за 40. 40 евро это не цена для новинок. У нас сейчас новинки стоят по 69.99, то есть, 70 евро. А если это новинка, эксклюзив от Sony, он стоит 80 евро. И я очень рад брать тут игры за сороковник. Прям, знаете, берешь и думаешь, вот это да, вот это подвезло, знаете, как говорится. И вот, как я вам сказал, ребята, кстати, что вот я вот вижу сейчас, мне прям нравится вот это. Но, насколько я знаю, вот этого не будет в игре. То есть, это может быть или заставка, или еще что-то. А игра у нас вот она. Вот, карта, и вы должны на этой карте что-то делать. Очень много всего нужно, конечно, читать. И очень много всего нужно понимать. Может быть, повторюсь, все совершенно по-другому, чем я, как я вам рассказал. Но мне кажется именно так. Так что, оптимизация для Xbox Series X. И что мы здесь видим? А мы видим здесь текст. И, к сожалению... А, да, русский есть. Для русскоязычного населения, да, русский текст есть. Так что, субтитры минимум в этой игрухе есть. Так, какой-то код. И, ребята, как вы знаете, мои видосы, не старайтесь бежать. Фу, блин, я думал два диска. Не старайтесь бежать. И этот код активировать его, конечно же, уже не будет. Он будет погашенный дисточек. И у нас здесь очень много всего. Так, во-первых, у нас какой-то здесь игровой аддон. Окей. И вы посмотрите, прям прикольно нам дали здесь плакатик. Вы не представляете, как он красиво лежит в руках. Блин. Давай я еще сломаю сейчас с первого раза. Так, судя по всему, у нас какая-то женщина родила какого-то ребенка. Отец, судя по всему, поздравляет ее, что типа, о, молодец, родила и все такое. Дам тебе ачивку за это. А там сзади, смотрите, стоит, ой-ой-ой, какой-то недоброжелатель, который сейчас пошинкует всех. Смотрите, кошка. Класс. Видите кошку? Так что, ну, очень прикольно. Много деталей. О, а здесь, смотрите, что-то творится. Прям вообще. Вы посмотрите на эти детали. Как художник нарисовал вот эти все, вот эти вот на столе, вот эти. Класс. Прям, я не знаю. Ну, что-то в этом есть, ребятки. Для коллекции, конечно же, вы знаете, упс, давай еще сейчас вот это вот загнем, и вообще будет хорошо. Для коллекции мне такое обязательно нужно. Буду я играть, не буду я играть, ничего страшного. Как я уже много раз, ребята, говорил в моих видосах, все меняется с возрастом и со временем. То есть, те игры, которые мне 10, 15, а тем более 20 лет назад казались, ой, какими неинтересными, фуфловыми, скучными. Сейчас я в них играю с удовольствием. И наоборот, те игры, которые я раньше носил на руках, в некоторых случаях, то сейчас я на них смотрю и думаю, окей, а что тут такого? Ну, вы понимаете, да? Так что, ребятки, Crusader Kings 3, я не знаю, судя по всему, есть и Crusader Kings 2 и 1, но их 100% не было на консоли. Так что это, можно сказать, дебют этой игры на консолях. Crusader Kings 3. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Вышел нативный порт, да, на диски для PlayStation 5 и Xbox Series X. Я, конечно же, не смог не взять его, потому что это, опять же, одна из таких игр, где даже на Xbox вы должны покупать обновления за деньги. По-моему, 15, а может быть даже все 20 евро. Ну, я не буду, конечно же, и не стал обновлять свою игру, это опять за деньги, так сказать. А тупо еще немножечко добавил, и на этом, в этом же самом магазине купился 25 евро GTA V для Xbox Series X. Ребята, я думаю, здесь ничего неправильного я не сделал. И теперь, знаете, я оттягивал этот момент, так же, как оттягиваю, допустим, прохождение Ведьмака 3. Оттягиваю, 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 тем более вот эти открытые миры. Вы помните, по интро я вам рассказывал мое отношение к открытым мирам. Но чем больше я жду и отталкиваю от себя вот этот момент прохождения вот этих игр, тем становится все лучше и лучше. В каком смысле? Да, в том, ребята, что игры у нас улучшаются для консоли актуального поколения. И это классно, то есть это просто-напросто классно. Ребята, в принципе, какие здесь обновления? Да, насколько я знаю, здесь, по-моему, 60 FPS. Но ни на Xbox Series X, ни на PlayStation 5, нигде нет прям таких, знаете, залоченных 60 FPS. По-моему, вроде бы даже на плойке на пятой намного круче в некоторых местах идет все, чем на боксе. Потому что на боксе, по-моему, если мне не изменяет память, опять где-то немножко больше разрешения. А может разрешение одинаковое и плойка пятая тупо эту игру показывает, не показывает, а воспроизводит круче по FPS. Но да ладно. Так что пусть будет в коллекции, то есть я не знаю, когда я за нее сяду, но такое дело надо покупать. И это вообще, эта игра, это такой, уже культ стал. Какое поколение подряд у нас выходит GTA 5. И даже я, кто не фэн GTA 5. Я не прошел еще ни одной GTA от начала до конца, а там чуть-чуть поиграл, там чуть-чуть поиграл. И даже у меня, все эти GTA на все консоли, во всех версиях. А что мне тогда, что вообще говорить о фэнах, о заядлых фэнах, которые любят эту игру, которые играют в нее постоянно, например, GTA Online, то я уверен, у этих людей вообще почти все версии этих игр еще и в стилбуках, и в каких-нибудь медиабуках, и коллекционке, и все вот это. То есть, культ, 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 ребята, нашего времени. Как бы и вообще бы я не относился, и вообще кто-то бы к этим играм GTA не относился, им нужно дать должное. Разработчики каким-то образом так нами, нашими мозгами манипулируют, что мы постоянно идем в магазин, бежим, я не знаю, роняя мелочь, скажем, по-нормальному, я не знаю, и покупаем очередную версию GTA. Это феномен, ребята, я не знаю. Короче, оптимизация для Xbox Series X, Ray Tracing, о, вы посмотрите, здесь же Ray Tracing завезли 60 FPS, и, ребята, вы знаете мое отношение к Ray Tracing. Я его ненавижу. Нигде, нигде еще не видел суперкрутого Ray Tracing, даже вот в этих вот Spider-Man'ах, в эксклюзивных играх для плойки. На плойке он ужасный, на Xbox Series X он ужасный, мне не нравится Ray Tracing. Я уже несколько раз вам говорил, ребята, я за производительность. Не нужен мне Ray Tracing, который нагибает игру до 20 или 18 FPS. Лучше, я не знаю, оцентрируйте внимание на производительности и на картинке. Ну зачем Ray Tracing? Оставьте, пожалуйста, вы этот Ray Tracing для топовых компьютеров, для топовых видеокарт, вот эти вот GTX 90 или как они все вот эти называются, я не разбираюсь, где одна видеокарта стоит как 3 Xbox Series X или 3 PlayStation 5. Вот это я понимаю. Ты там включаешь игру, и ты видишь все у себя на экране. А здесь я вижу надпись Ray Tracing, и ты сидишь и думаешь, а где он, где он? Но он должен быть, потому что игрушка идет в 15 FPS. Значит, где-то у меня на экране Ray Tracing. Ребята, вы понимаете, да, мое отношение к этому ко всему. Ну, так что, Xbox Series X, GTA 5, ребята. Ребята, вы понимаете, да, мое отношение к этому ко всему. Субтитры сделал DimaTorzok М 만- Мужики- Субтитры сделал DimaTorzok Верно, ребята! Субтитры сделал DimaTorzok Диму, Диму, Диму! Дима Торзок в заднем, или я не могу уйти, Там не может быть много денег в этом сейчас. Это просто б***ь, чувак. Это же б***ь. Я имею в виду. Давным-давно, года полтора назад, если не два, у меня в закупе, вы помните, была игруха Hunting 2 Simulator. Вот этот вот Hunting 2 Simulator для Xbox также. И вы спросите, зачем ты ее купил еще раз? Ребята, это игруха от фирмы Neacon. Как вы помните, или вы знаете, а может и нет. Я как-то бродил по медиамаркту, я вам показывал различия некоторых версий игр от каких-то публишеров. И вот Neacon это один из тех публишеров, что делает отличные такие, знаете, AA продукты. Может быть даже и очень дешевые продукты, но все равно вполне все солидно, нормально. Разнообразие ужасно классное у них. Из-за этого мне и нравятся вот эти вот маленькие фирмы, как Neacon, TQ Nordic, вот это Embracer Group, вот это все. И, к сожалению, а именно Neacon, она раньше, по крайней мере, год назад была, знаете, как говорится, точно такая же, как и... Как и... Кто сделал Devil May Cry? Konami, да? Как и Konami. То есть, о чем идет речь? Они продавали две версии игр. Например, если вы покупаете, допустим, Xbox Series X или PlayStation 5, то вы не сможете бесплатно обновить вашу игру до версии PlayStation 5 или Xbox Series X. Чтобы это сделать, вам нужно тупо игру купить по-новому. И, в принципе, мне пришлось это сделать. Теперь эта игруха, как вы видите, уже оптимирована или оптимизирована специально для Xbox Series X. И, как вот гласит вот эта надпись, она пойдет тут, этот диск, только на Xbox Series X. Если вы этот диск вставите в Xbox One, он скажет, извини, я у тебя тут не пойду. Так что теперь в моей коллекции, да, ребята, есть и такие происходят чудесные вещи. Иногда у меня в коллекции встречаются по две версии одной и той же игры. Но, конечно, они разные. Так что та версия у меня для Xbox One, которая просто тупо идет по обратной совместимости на Xbox Series X без всяких улучшений. То есть, вот эти пассивные улучшения. Там фреймрейт, может быть, стабильнее держится, может, картинка где-то более плавнее, вот это все. Но, к сожалению, без улучшений. Эта же версия, в свою очередь, идет именно только на боксе на Series X и со всеми уже улучшалками. И быстрые подгрузки с SSD, я не знаю, может быть, 4К динамичная, может быть, 60 FPS, без понятия. Так что, опять же, одна из немногих игр, ребятки, которая, к сожалению, требует того, чтобы вы ее купили еще раз. Если вы хотите насладиться полностью Next Gen или уже нифига не Next Gen, а Current Gen. То есть, текучим поколением, так сказать, консолей. И вот, как вы видите, вот здесь оптимизация для Xbox Series X, Ultra HD, Single Player, Nacon. Вот это все, все, все. И, ребята, о игре, ну, здесь, ну, я думаю, тупо что-то рассказывать. Это симулятор охотника, да, где мы выходим со своей хижины и просто тупо начинаем искать тюленей, лосей, вот этих вот всех рыб и стрелять их всех. Так что, мне нравится, скажу честно, такая тема. Очень, кстати, заметил за собой, что после работы иногда можно засесть за эту игру. Не за эту, а вообще за такие, за такой жанр. И можно очень, очень приятно и тепло провести время, отстреливая животных. То есть, опять же, не поймите неправильно, ребята, отстреливать животных, бла-бла, это плохо. И я, да, я только за Greenpeace или как там вот это все, да. Но вы знаете, что охотники никогда не стреляют тех животных, которые там занесены в Красную книгу или еще что-то. Нет, они отстреливают тех животных, на которые есть разрешение. Это я просто должен был сказать, потому что очень много людей, когда я показываю какие-нибудь охотничьи игры, а, да ты любишь убивать животных. Нет, ребята, я, слава богу, за всю свою жизнь вот эту не убил ни одного животного. И я надеюсь, оно так и останется. Единственное, что я убивал, это каких-нибудь там букашек-таракашек. Ну, ребята, так что не огритесь на меня слишком сильно. Так, это я уже все показал. Ну, рад, очень-очень рад. Теперь у меня нативный порт для бокса Series X, тем более на физическом носителе в коллекции. И меня это радует. Субтитры сделал DimaTorzok Бабам! Вот этого вы не ждали 100%. Ребята, Real Farm. Почему я это взял? Ребята, тупо, вот честно, вот честное предчестное слово. Интересно глянуть хотя бы один раз, что это вообще такое, почему миллионы людей, особенно у нас в Германии, играют вот в это. То есть это у нас Real Farm, это мы в игре разводим свою ферму, разводим крупно-рогатого скота и вот это все, там, птиц, вот этих индеек. У нас есть трактор, у нас есть плуг, мы едем по полю, плужим и вот это все. Я не знаю, как можно вообще в такие игры играть, потому что, ну, ребята, для меня это выглядит и слышится как тупо работа. То есть, ну как, ну вы понимаете, да, о чем я? То есть, почему ты не можешь сфокусироваться, я не могу понять-то, а? Ну-ка. Ребята, то есть, прикиньте, приходить с работы, включать игру и работать дальше. Я имею в виду, теперь уже, конечно же, не по своей там специальности или что, а тупо работать. И я не знаю, может ли вообще меня хоть как-то эта игруха, я не знаю, завлечь, но я обязан был, конечно же, на нее посмотреть. Она продается на том же самом магазине за 20 евро. Что у меня сегодня с этим, с фокусом, я не понимаю. Так, Real Farm Premium Edition. Почему Premium Edition? Потому что здесь, скорее всего, какие-то есть приколюхи, я не знаю. И вот, вот, да, как я и сказал, мы ездим с плугом в, ну, типичная сельскохозяйственная работа. И этот диск пойдет, как вы, может, уже могли посмотреть, только на Xbox Series X. Я без понятия, есть ли версия еще для Xbox One. Может быть и есть, но так как это с Adesco, есть ли у них обновления? Не знаю, ребят, не буду туда сейчас углубляться. Самое главное, я вам хочу сказать, что я нашел этот диск для Xbox Series X, полазил для такой информации общей, посмотрел, что если она вроде бы на PlayStation 5, оказывается, да, где-то она есть. Так что, ну, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Опять же, не знаю, очень неприкольный диск. Ну, как-то я не знаю, ребятки. Пусть будет, посмотрю хотя бы один раз, что это за ферма, в которую играют, не ферма, а вот этот вот симулятор фермеров, в который играют миллионы людей. Продолжение следует... Да-да-да-да-да-да, народ, MotoGP 22. Вы знаете, я не пропускаю ни одной игры из этой серии. Я покупаю ее так же, как люди покупают, например, в FIFA или в футбол там какой-нибудь каждый год. Это, как я уже много раз говорил, это одно и то же, но это как, знаете, даже не смогу найти какую-то вам альтернативу, что привести в пример. То есть, если вы начали, то вы фиг остановитесь. Вам охота, чтобы у вас был весь сет. И вот, если даже MotoGP будет, я не знаю, длиться до 30-х, 40-х годов, 2000-х, я имею в виду, 2040-го, я уверяю вас, они будут у меня в коллекции, пока их будут выпускать на физических носителях. Но окей. И, да, опять же, эта игруха, эта новинка, и так как вы знаете, игры по лицензиям, по мотоциклам, MotoGP, вот это все, стоит баснословных денег. И вот на Амазоне у нас вот эта игруха стоит 75 евро. Ребята, вы только вдумайтесь вообще вот в этот нонсенс. 75 евро, опять за то же самое, что у вас было в прошлом году. Но как так можно? И, конечно же, на этом, вот в этом магазине, я лазил-лазил, вот в этом NetGames, я не знаю, вот этот весь закуп посвящен NetGamesу, блин. И вот я там лазил и смотрю, нифига себе. Честно скажу, ребята, у меня чуть челюсть не отпала, я вижу MotoGP 22 за 40 евро, ребятки. Это опять же, как вы можете посмотреть, это Xbox Series X, Xbox One, Smart Delivery, бла-бла, за 45 евро. Но это почти в 30 евро дешевле, чем на Амазоне. Сразу было принято решение ее взять без всяких вообще, пока она есть в наличии. И вот она у меня, да. Блин, как мне все-таки нравится вот этот вот новый подкассетник. Я не знаю, не то что подкассетник, а много информации. Они взяли вот это вот много информации и убили вот этим вот Day One Edition названием. Но да ладно. И вот эта вот пресловутая лицензионная марка вам говорит о том, чтобы, знаете, или напоминает вам о том, что вы не забываете. Эта игруха у нас по лицензиям MotoGP 22. И да, это гонки, ребята. Это гонки, которые у нас были уже сколько, почти, я не знаю, 10 или 15 раз в наших распаковках. Вы прекрасно все знаете, что это такое. И так как это гонки, здесь, скорее всего, я покажу минуту, а может полторы геймплея. Потому что вы знаете, гонки на мотоциклах по трассе, не по грязи, а именно по трассам, мне очень нравятся. Оптимизация для Xbox Series X, Smart Delivery, один игрок, бла-бла. И опять какие-то покупашки, опять какие-то покупашки. Черт бы их подрал. Когда я вот это вижу, я не знаю, меня бросает в дрожь, ребята. Опять же, повторюсь, хоть даже и речь идет о каких-то просто скинах или раскрасках велосипеда вашего или мотоцикла, знаете, в этом случае. Но меня это бесит, когда игра продается за 70 евро, допустим, на Амазоне, если человек взял. И там ему еще говорят, а у нас еще есть внутриигровые покупки. То есть им мало того, что вы отдали 70 евро. Они хотят, чтобы вы еще и в магазине там у них что-нибудь себе купили. Я не знаю, ну вот не нравится мне вот это вот, знаете, вот это вот, как вам сказать, во что вот это все превращается. Мне много раз писали, ну тебе не нравится, не покупай. Ребята, ну что это за отношение такое? Конечно, если мне даже не нравится, я вынужден покупать, потому что я коллекционирую игры, и мне охота посмотреть на них. И просто из-за вот этого значка я бы, конечно, MotoGP 2 купил бы по-любому. То есть, ну, вы понимаете, да? Так что просто я хочу, чтобы игровая индустрия немножечко, ну, немножечко изменилась. Но это уже, конечно же, не то, ребята. И вот у нас здесь опять, смотрите, game addon VIP, multiplayer pack, то есть какая-то ускоряшка, окей, на деньги. И special costume. Ну, ребята, если нам дают уже здесь какой-то VIP multiple pack, какой-то, как вам сказать, умножитель, это даже не ускоритель, а умножитель, то уже мне что-то, знаете, попахивает микротранзакциями. Не знаю, ребята, не знаю, посмотрим. MotoGP 22, как вы знаете, она не такая известная, очень мало информации про нее, и вроде бы я не слышал нигде ругань по этому поводу, ну, будем сами смотреть. Самое главное меня утешает то, что игру я взял не за полную стоимость в 70 евро, и это круто. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, лазя по тому магазину NetGames, я увидел опять же новинку, которая опять же на Амазоне у нас стоит 70 евро. Я думаю, what the fuck, здесь лежит игруха за 40 евро, Stranger of Paradise, то есть это Final Fantasy Origin. Я абсолютно не знаю, что это, я не знаю, какая это часть, к чему она, может это приквел, может это сиквел, вообще не знаю, потому что Final Fantasy, это для меня, ребята, непаханное поле. Ни одну игру не играл, то есть играл пару игр, но ни одну не проходил. И судя по названию Final Fantasy Origin, Origin, как вы знаете, это истоки. Скорее всего, может это быть приквелом ко всей Final Fantasy, или не спрашивайте. Так как это игруха от Square Enix, то в принципе, скажу честно, я ничего от нее не жду. И если бы не этот магазин NetGames за 40 евро, я бы никогда на Амазоне не купил ее за 70 евро. Я бы подождал, я не знаю, там полгода, годик, сколько, без понятия, и взял бы ее для Xbox, конечно же. Ну а раз я сейчас наткнулся на нее за 40, почему бы и нет. Xbox Series X, Xbox One, Smart Delivery, обалденный опять подкассетничек, как вы можете посмотреть, вот этот вот класс. И такой вот торец, и вот такая вот здесь вот Chaos Waits. И, ребята, ну честно, ничего не знаю. Оптимизация для Xbox Series X у нас 60 кадров, нифига себе, вот это круто. Может быть это первая Final Fantasy в 60 кадров, или, по-моему, Final Fantasy 7 была, да, в 60 кадров. Или, по крайней мере, обработанная для PlayStation 5, не знаю. Короче, Final Fantasy, я сейчас, может быть, знаете, вам покажется, что я какой-то нелюбитель Final Fantasy. Нет, я абсолютно вообще категорично, знаете, настроен, как вам сказать, нейтрально. Но что-то, я не знаю, последний Final Fantasy, я даже летсплей пробовал семерки смотреть, и что-то мне как-то не понравилось. Особенно, короче, не будем туда, я прекрасно понимаю, много фэнов. А тот человек, который вообще о игре ничего не понимает, рассказывать о ней, это, ну, это тупо. Так что, вот такая тема, и, как я могу посмотреть, у нас даже есть потусторонний арт, ребятки. Вот такой вот у нас обыкновенный арт, и вот такой у нас потусторонний арт. Меня много раз поправляют потусторонний, это с ужасов или это нет. Ну, ребята, это же логично. Вот наша сторона, а вот потусторонний арт. Так что потусторонний арт, я думаю, все правильно. И, в принципе, и все. Я сейчас смотрю, что какие хлипенькие стали сейчас, что на Плоечке на пятой, что на боксе, на Series, на One, стали использовать вот эту вот бумагу. Она такая, знаете, тонкая-тонкая-тонкая, в любой момент, вот чуть-чуть, вот сюда вот надави, все, будет, уже порвется. Очень тонкая бумага, экономия практически происходит сейчас на всем. Но да ладно, ребята, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, без понятия, что это такое. Еще одна стратегия в нашем сегодняшнем закупе, и это, ребята, Порт Рояль 4. А также Порт Рояль 4 есть еще и на Xbox One. Но тот диск я вам ни в коем случае не рекомендую покупать, потому что если вы возьмете диск для Xbox One, то вы не сможете закачать обновление. Я где-то эту информацию у нас читал, и оказалось то, что только если вы купите вот этот диск, вот этот, где с X-ом, где надпись Smart Delivery, только тогда у вас пойдет эта игра или на Xbox One, там будет обыкновенная версия ставится, или если вы когда игру запустите на Xbox Series X, по Smart Delivery у вас закачается улучшение для Xbox Series X. Повторюсь, если у вас диск просто для Xbox One, где нет вот этих надписей, то там Smart Delivery не работает. Это впервые в моих закупах вот такая вот игруха, на которой Smart Delivery работает только на диске, который сделан для Xbox Series X. В обратную сторону не работает. Хоть бы, знаете, как говорится, это не вошло в привычку у разработчиков. Но да ладно, надеемся, это будет один, единственный, или как сказать, первый и последний случай. Ребята, что это такое? Это у нас обыкновенная стратегия, да, в море, где мы, как и в лучших традициях, Порт Роял 1, 2, 3, которая там еще есть, по-моему, третья часть, которая идет по обратной совместимости на Xbox One X и Series X, и, конечно же, на One X, но только на Series X и на One X имеет улучшение в 4К, да, ребятки? И, в принципе, я поиграл в игруху, меня хватило там примерно на полтора часа, потому что, как я уже много раз вам говорил, Ребята, я туп для таких игр, потому что я не могу очень долго вот это все читать, настраивать, смотреть на какие-то таблицы, смотреть на, ага, тот, там, у того города такая экономика, у того вот такая, у меня начинает тупо болеть голова, не люблю такое. Так что для коллекции, конечно же, взял, потому что, ну, это глупо, собирать коллекцию и не покупать вот такое. Ну, ребятки, о, нифига себе здесь языково, смотрите, текст у нас на русском и даже языки. Вы посмотрите языки, какие у нас английский, французский, испанский, немецкий и русский. Итальянского нету, а есть русский, вы можете себе представить, ну, это вообще прикольно. Так что у нас здесь полностью все люди, ой, все люди, все разговорные речи будут переведены на русский язык. Всем ребятам и людям вообще с, я не знаю, кто живет на территории России, будет это очень-очень хорошим, так сказать, хорошей новостью. Да, и у нас какой-то плакат, ребята, и не поверите, плакат вот показывает именно то, что нас ждет в игре. Вот такие вот нас ждут какие-то фрегаты, да, по-моему, их называют, по-моему. И вот это, ребята, это игра. Да, у нас большая карта, где мы плывем на корабле, подплываем к каким-то портам, что-то там делаем, продаем одно, покупаем другое, едем или плывем, так сказать, в другое место, там что-то покупаем, что-то продаем. И вот так всю игру, да, атмосферно, да, прикольно, но немножечко не мое, ребята, немножечко не мое. Так что порт Роял 4. Делать послужит испытанием нашего смирения и преданности Богу, и нашего ума, конечно. Поскольку наши владения раскинулись весьма широко, ситуация со снабжением не везде одинаково хороша. Некоторым городам сложно удовлетворить спрос на те или иные товары по причине больших расстояний, а также из-за отсутствия необходимых производств, рабочей силы и материалов для строительства. Первую вашей задачей будет обеспечить удовлетворение насущных нужд жителей ваших окрестностей. Все подробности перечислены в списке ваших заданий, и да пребудет с вами позже благословение. Tiny Tina's Wonderlands. Ребята, это, как вы знаете, а может и не знаете, это спин-офф к игре Borderlands. Насколько я знаю, вот эта деваха была в какой-то из частей Borderlands, и она настолько понравилась публике, что, я знаю, разработчики решили сделать спин-офф к игре Borderlands. Игруху распространяет или публишером является 2K Games, а разработчик Gearbox Software. Если вы не знаете, то Gearbox это, опять же, контора, которая относится к Embracer Group, которая недавно купила Square Enix. Так что, ребятки, давайте будем открывать. И знаете, что мне не нравится? Вот, я не знаю, что-то сегодня мне не нравится, как-то все очень, очень как-то непонятно. Знаете, как-то не фокусируется, но да ладно. Что я вам хочу сказать о игре? Это, опять же, у нас FPS-шутер, насколько я знаю. То есть, туда, дальше я даже не возьмусь вам что-то рассказывать, потому что Borderlands мне никогда не нравилась. Я прошел одну-единственную игру, Borderlands, первую часть, и не могу сказать, что прикольно. Вторую часть я пробовал в кооперативе, и вот эта болезнь всех игр, которые ты играешь в кооперативе, она меня просто бесила. Где твой оппонент, который я, по-моему, даже и не знал, какой-то, может, американец, может, еще кто-то, просто тупо бежал вперед и скипывал все подряд. Я хочу поиграть в игру, он мне не дает, бежит вперед и все. Потом сел на второй день, опять же, с каким-то непонятным чуваком начал играть, который опять просто бежит вперед и все. По-моему, вторая часть это была, потому что в третью я вообще не играл. И в соло неинтересно, вдвоем еще тем более неинтереснее. И как-то, знаете, Borderlands'ы проходят мимо меня. Не знаю, я ни в коем случае не говорю, что это плохие игры. Нет, там одна графика чего стоит. Я обожаю селлшейдинг в графике. То есть, ну, вы знаете, нарисованная такая, как Принцов Персия, допустим, вот это все, да. И игра 13. И, короче, ну, окей. Вышла вот эта игруха, и я офигеваю на Амазоне. Сколько она стоит, ребята? 75 или 73 евро? За что? Без понятия. И самое интересное. Я не знаю, что курил 2K, вот этот тут паблишер. Но у игры, по-моему, есть три разных... Три разные версии. То есть, у нас есть версия, которая тупо идет для Xbox One. И идет просто по обратной совместимости на Xbox Series X. Потом у нас есть вот это вот издание, так называемое Next Level Edition, где у нас дается и Xbox Series X обновление, и Xbox One версия. То есть, этот диск, опять же, пойдет на One и пойдет, конечно, на Xbox Series X с обновлением. Если вы захотите его себе поставить, конечно же, по-моему, по Smart Delivery. А, по-моему, нет, хотя здесь нет. То есть, вы понимаете, вот именно вот этот диск, он оптимизированный или оптимированный для Series X. Если вы купите другой диск, другую версию, там совершенно другая обертка, то тот диск пойдет просто по обратке, без этих, без улучшений. И я вот себя спрашиваю, зачем в наше время выпускать вот эти вот разные версии? Ну, конечно же, человек в любом случае купит себе вот этот диск. Потому что, если даже у него сейчас Xbox One, то в скором будущем, я уверен, у него появится Xbox Series X. И он захочет в эту игру со всеми улучшениями поиграть на Series X. Но он не сможет этого сделать. Зачем заводить в заблуждение людей? Ну, делайте вы вот как все нормальные люди, как MotoGP, допустим, как Port Royale, как Strange of Paradise, да? Делайте вот такие вот диски, которые идут кругом. Я не знаю. Ну, так вот, на NetGames я эту игруху, опять же, взял за 40 евро, ребята. То есть, 40 на NetGames и 80 на Амазоне. Ну, почувствуйте разницу, да? То есть, реально, в два раза я взял игрушку дешевле. Что мне понравилось, это прикольный вот такой вот, вот этот арт. Я не могу вам сейчас описать, что да как, но он, знаете, он такой переливающийся. То есть, это необыкновенная бумага. Это такая, ну, я даже не знаю, как вам сказать. Ну, вы, может быть, я надеюсь, усечете, что я вам хочу сказать. Понимаете, да? Тайна, ай, Тайна, Тайни Тина с Wonderlands. И мне все охота просто сказать Wonderlands. И, кстати, такой небольшой фэнфэкт. Когда я игру анонсировали, давно уже год где-то назад, и был вот этот арт. Я практически вообще не знал, что это спин-офф к Borderlands. И мне так почему-то показалось, что American Magi, помните, которую Алису сделал, что новая игра от него выходит. Мне что-то так этот арт понравился. А потом, чем больше информации поступляло, тем, да, я стал все меньше и меньше радоваться. Этому релизу. Потому что оказалось, что это тупо приквел... Ой, приквел. Спин-офф Borderlands. Ну, окей. Насколько знаю, играется бодро. Очень-очень классно. Так что, коп. Опять же, внутриигровые у нас деньги. Я не знаю, вообще, сейчас что ни игра, то постоянно какие-то внутриигровые покупки. Но да ладно, пусть это будет на их совести. У-у-у-у-у-у-у, нифига себе. Ого. Такое ощущение, как будто диск лет 40 лежал, знаете, запечатанный. Так, что у нас здесь? Ммм, такой дисочек. И здесь какие-то... Какие-то приветствия от разработчиков, судя по всему. И здесь у нас опять какой-то Golden Hero Armor Pack. То есть, нам дают здесь, знаете, как говорится, с барского плеча Armor Pack. Представьте, если вы покупаете, допустим, игру за 80 евро на Амазоне, вам еще здесь дают вот этот пэк. Типа, ну, класс. Все сделал правильно. Ребята, Tiny Tinos Waterlands. Без понятия, что это такое. Пинчи! Они так пинчи! Они так пинчи! The Fast and the Furious Spy Racer Rise of Shifter. Ребята, сразу хочу вам сказать. Никогда в жизни не покупайте эту игру за деньги, за большие какие-нибудь. То есть, я эту игру купил за 20 евро или, по-моему, за 25. На Амазоне из-за названия Fast and Furious и из-за того, что многие люди могут как-то посмотреть на эту игру и подумать, о, это же игра по фильму. И, в принципе, да, это по лицензии, но, ребята, это шаротельник точно такой же, как и The Fast and Furious прошлых лет. Их всего теперь уже две. И все эти две игры теперь у меня в коллекции. Ни в коем случае не покупайте эту игру за большие деньги. Если вы такой же коллекционер, как я, допустим, или тупо хотите просто ради интереса посмотреть, что это за фарш такой, берите игру только, я не знаю, за полцены, ну, максимально, если вы отдадите за нее 10, допустим, евро, если вы живете где-то в России. Если вы где-то живете на территории, я не знаю, Германии, максимально 20. Ни в коем случае не 30, не 40, а уж тем более не как eBay некоторые товарищи, знаете, просят за вот эту игру 50-60, иногда и 70 евро, плюс еще и пересылка в 14 евро. Я не знаю, с чем это связано, но да ладно. Так что я не беру даже на себя, знаете, такую ответственность вам чего-то об этой игре разговаривать. Я прекрасно понимаю, что это трэш. Это тупо трэш. У нас, как вы видите, присутствует Smart Delivery, что это очень-очень в диковину для игры от вот этого паблишера OG, Outright Games. До этого момента я от них видел постоянно только версии для Xbox One, которые без всяких улучшений выходили или игрались на Xbox Series X. Тупо Xbox Series X дисков до этого момента я не видел. И вот это первый диск, насколько я знаю на моей памяти, от вот этого Outright Games, который поддерживает Smart Delivery. Но окей. И в принципе тут, да, гонка, гонка, гонка. Да-да-да, вот этим мы занимаемся. И я уверен, вот эти скриншоты выглядят раз в пять, наверное, круче, чем сама игра. Я не знаю, что-то мне подсказывает, знаете, так сказать, практика моя. Потому что я уже встречался с такими играми по франшизам Fast and Furious, и они всегда были лажа. Ни одна игра не была что-то, каким-то таким, знаете, откровением. Fast and Furious, Spy Racer. Пусть будет в коллекции, и, конечно же, ознакомлюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Да, ребята, Норгард. Наконец-то я его нашел для Иксбокса. Йоксель ты моксель. Я за этой игрой бегаю уже, ребята, не преувеличивая полтора-два года. И на ebay я уже думаю, все, надо взять PlayStation 4 версию и не париться. Но потом она то там всплывет, то там всплывет. И постоянно за громадные-громадные деньги. Последний раз эта игрушка у меня всплывала где-то на американском ebay. Там за какие-то нормальную цену, за 35 евро. Но, опять же, знаете, с пересылкой за 20-25, это есть такие продавцы. Когда ты думаешь, ух ты, какая дешевая игра, а они тебе пересылку делают там за 30 евро. И если ты купил, то уже фиг с чем поспоришь. Потому что цена была написана. То есть, все, весь ebay будет на его стороне. У меня один раз был такой казус, знаете, когда я со слепого этого, знаете, так в слепую, так сказать, нажимаю на кнопку купить за 9 евро игруху. А она оказывается с пересылкой еще за 15 лет, за 16. Думаю, как так-то? Ну, вы понимаете, да? Так что, ребята, Нордгард, лазая по этому же магазину NetGames, к чему, к какому магазину мой закуп вот этот посвящен, я наткнулся на эту игру и для Xbox. За какие-то 20 евро, ребята, я бросил все и сразу же поклал или положил эту игруху к себе в, как вам сказать, в короб. Потому что это просто праздник на моей улице. Знаете, дошло до такого, как вам сказать, до такого смешного этого, что, в принципе, игра-то ничего сверхъестественного. Это обыкновенная у нас стратегия, где пару викингов нашли какую-то землю непонятную, про которую землю еще никто не знал, ничего. И тупо там стали жить и развивать свои лагеря, я не знаю, столкнулись с какими-то мистическими, я не знаю, креатурами, там, животными какими-то. Ничего сверхъестественного. Тем более, мерч, как вы видите, делал игру. Это очень нишевый проект, опять же, такой даже не AA, а ниже, чуть ли не индюшатина, можно так сказать. Но дошло до принципа, я хотел эту игру себе на Xbox, потому что я прекрасно знал, что есть физический носитель на бокс. И вот в этом магазине он лежит, ребята, на территории Германии лежит Nordgard, а я, блин, знаете, как говорится, в ус не дую. Слава богу, я наткнулся на этот магазин, ребятки. Так что вот так вот, Nordgard и, как я и сказал, вот у нас вот такая вот игрушка, то есть топ-даун перспектива, вид сверху, где мы строим поселение, что-то там делаем. Не знаю, ребята, не спрашивайте, первый раз держу эту игрушку в руках. И у меня вообще все мои сейчас чувства забивает одно то, что как круто, что я ее нашел для бокса. Я уже хотел плюнуть и взять на плойку, но никогда стараюсь этого не делать, когда я точно знаю, что есть диск для бокса. Только в очень-очень крайной ситуации я беру для плойки тот диск, который есть на бокс, потому что я прекрасно, знаете, отдаю себе отчет в некоторых случаях, что до боксовской версии мне не дотянуться. Так, будем смотреть, ребятки. Nordgard на бокс, как же это круто! Наскар Хит 2, то есть Наскар Жара 2. Ребята, это единственный, вообще это самый-самый первый, надеюсь, не последний диск Наскара, который у меня в коллекции. У меня Наскаров ни одного нет, ни на какую платформу. Это единственная версия. И то, я, конечно же, знал, что есть физический носитель для бокса, но опять же, у меня были связаны руки, потому что этот физический носитель, что первый, что второй, сейчас уже и третья есть часть, они продаются сугубо в Америке и сделаны сугубо для американского населения, чем вы можете, я не знаю, вот эта вот надпись нам это и говорит об этом, видите, да? Every One, то есть для каждого это такой рейтинг возрастного ограничения в Америке. Здесь сразу лицензионная марка, чтобы мы точно знали, что это лицензионный продукт, вот Наскар. И, ребята, я просто не мог вообще даже подумать о том, чтобы ее импортировать с Америки, потому что эти диски для бокса стоят ужасных денег, если их покупать в Америке. На PlayStation тоже можно купить немножечко подешевле, но вот именно вот эти вот физические носители для бокса, я не знаю, они некоторые позиции на вес золота уже сейчас. Я не знаю, что будет с этими дисками через 10 лет. Это все, опять же, связано с тем, что очень-очень маленький тираж у этих игр, то есть там какие-то, ну, сотни тысячи, я думаю, потому что вы знаете, и Xbox не у всех, и когда нам делают, вот видите, осталась вот эта вот штучка неприкольная. Чего же он туда-то все фокусируется? Я вам хочу вот это вот показать, нет разумения, он мне не это... Ну вот, короче, вы понимаете, куда он туда фокусируется, ребята? Кто-нибудь, может сказать, на Xbox надпись или на диски? Не знаю, что-то непонятно. Так вот, о чем я? Ребята, сейчас я это уберу. Опять же, в этом магазине, лазя по нему, я наткнулся на Scar. К сожалению, только вторую часть, первую и третью надо будет как-нибудь импортировать по-любому, потому что, опять же, начало положено. Почему бы и нет? Классно, классно, классно. Здесь сразу написано, что, смотрите, внутри, внутри лежит билет на Nascar, который стоит, если его брать по-нормальному в магазине, 50 долларов. И здесь написано, смотри, внутри для детальной инструкции. Я не знаю, может быть такое, что здесь мы сейчас откроем, и там реально билет на Nascar, ну, который уже прошел, я не знаю, игра какого года, но было бы очень интересно посмотреть на настоящий билет на Nascar. Ребята, сейчас мы это все заценим. Игруха 2017 года, да. Ой-ой-ой-ой. Nascar, вы, ребята, прекрасно, я думаю, знаете, что это такое. Это американские гонки, вот этих вот просто здоровых болидов, которые, V8 у них, мотор, вы знаете, да, V-образный, жрут дизель, как не знаю, что у них там на 100 километров, 15 тысяч литров. Это просто, знаете, такие мощнейшие, крутые тачки. Единственное, что мне не нравится, как только вы где-нибудь, когда вы смотрите на Nascar в живьем, да, например, машина куда-то врезается, с нее весь вот этот трафарет, знаете, слетает, и остается один каркас. Такие некрасивые становятся. То есть все, что вот это вот мы видим, это реально, можно так сказать, но это все, я даже не знаю, как сказать, это все тоненькая, тоненькая пластмасса, чтобы, знаете, там экономия веса, места, вот это вот все. То есть один раз ударьте вот сюда в бампер, она вся разлетится, короче, вы увидите только мотор и вот эти вот оси. Класс, обожаю, обожал, по крайней мере, раньше смотреть, и постоянно надеялся, что хоть бы, хоть бы кто-нибудь врезался, это так было прикольно, но окей. Ребята, первый самый Nascar у меня в коллекции, и для бокса, и что-то я пока никакого тикета, или, так сказать, билета не наблюдаю, или, ну-ка, 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 сейчас мы, сейчас мы обо всем, ребята, поговорим. Так, Nascar, Дисочек, Америка, и вот прикиньте, да, вот этот магазин, Дентгеймс, каким-то образом когда-то закупил вот эти вот Nascar с Америки, завез их на территорию в Германию и продает их за 20 евро, и я об этом не знаю, я охочусь на eBay, я охочусь на американском Амазоне, там 50-60 долларов уже взвешиваю, где лучше взять плюсы с пересылкой, у нас на территории Германии продается Nascar для бокса за 20 евро, и я только сейчас об этом узнал, класс. И что это у нас? Да, ребята, по-моему, смотрите, да-да-да-да-да, где-то мы можем вот этот вот пароль на специальной странице Ienlosen, так сказать, завести, и нам дадут 50 евро купон. Это обалдеть, не 50 евро, а 50 этих самых долларов. Здесь какой-то, опять же, Nascar Hit, Download Now, я не знаю, что это такое, но окей. Класс. Ребята, исторический момент, первая игра по серии Nascar у меня в коллекции, это очень круто. Класс. Класс. Продолжение следует... Фермерс Династия Опять же, лазя по NetGames, увидел эту игруху, было принято решение взять и ознакомиться Она мне постоянно попадалась раньше, раньше, где-то года 2, может быть 3 назад Хотя, может быть, я не знаю, когда эта игра вышла На Амазоне Она на Амазоне доходила уже до нормальной цены в 20 евро Но я, конечно, не покупал, как-то думаю, ну, боже мой, когда-нибудь возьму И потом раз, и все, я просто перестал ее видеть То есть она или каким-то образом выпала из моего поля зрения или еще что-то Факт Этой игры нет у нас на Амазоне И тут на NetGames я ее нашел за какие-то 15 или 20 евро То есть 20 евро это стандартная цена практически для всех игр Некоторые за 40, за 45, конечно же Так что думаю, ну, возьму, да посмотрю Почему бы нет? Вот что-то мне как-то интересно Стало просто тупо посмотреть, что это И тем более это, знаете, не Фермерс Династия 18-го года, 19-го, 20-го, 21-го Вот это все, да, как FIFA, как MotoGP А это единичный продукт То есть вот это Фермерс Династия И все, это законченная игра Посмотрим, что это такое И ой, какой он тяжелый Я не знаю, что там внутри Неужели мне реально сюда корову какую-нибудь запихали, знаете Или вот этот сток сена Очень-очень-очень тяжелый подкассетник То есть вообще игра тяжелая Оптимизация для Xbox One X Да, у нас Xbox One X Enhanced Это круто, то есть улучшения Те же самые улучшения у нас перекочуют, конечно же, и на Xbox Series Если здесь была динамическая 4K То у нас будет динамическая 4K и на Series X Да, у нас тут плакат, ребятки Здоровый-здоровый плакат Дисочек И ну нифига себе Пху, если я его сейчас, ребята, открою Я его никогда в жизни не закрою И это что, это открытый мир, что ли? Ребята По-моему, ребятки, это открытый мир Или, по крайней мере, большая-большая песочница Ой, 100% я его не закрою Ну раз уж начал, ребята, давайте до победного Ну, нафиг. Так, на другой этой у нас ничего нету. Вот это, судя по всему, наша, так сказать, территория, на которой нам предстоит работать. Да, 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 у нас железные дороги, город, какие-то поля, луга. Ребята, это все нам придется, знаете, так сказать, опорошить и улучшить. И как там, ну, вы понимаете, так как мы фермер, нам нужно за этим за всем смотреть. И да, в принципе, как я вам и говорил, я сейчас не смогу собрать по-нормальному. Так что это я сделаю, конечно же, овкоем. Ребята, фермерс, дайнасти или династия, будем смотреть, что это такое. И снова в нашем закупе сегодня игра по лицензии. Это по лицензии к одноименному фильму Jumanji. Это теперь у нас Jumanji The Video Game. И с этой игрой, вы знаете, у меня тоже интересная история, что ее тупо нигде нет. А если даже где-то и появляется, то, опять же, за какие-то больные деньги. Опять же, из-за того, что это по одноименному фильму, тем более из-за того, что это Outright Games. У нас она очень-очень такой нишевый продукт. И делает, как я вам уже много раз говорил. И очень сложно купить некоторые диски. Приходится за бугра заказывать. И, в принципе, у нас, насколько я знаю, немецкой версии нет. То есть, версии, которая была бы сделана для Германии. У нас обыкновенная европейская версия. Также с немецким языком. Насколько я знаю, тут также и русский есть. Но, вот именно, опять же, в этом магазине NetGames я наткнулся на нее за 20 евро. И сразу, думаю, надо брать. Потому что по-другому, ну, никак. Так, за 20 евро я ее взял. И теперь она у меня в коллекции. Я очень, как, знаете, как, как вам сказать, я прекрасно, то есть, понимаю, что это за игра. Это можно сравнить точно так же, как и с The Fest of Furious. То есть, игра по лицензии, короткая, непонятная. Что-то фортнайтовское в ней. То есть, это, опять же, игра, которую я, в принципе, никому не советую. Но в этом случае с Jumanji я не могу, знаете, как, так сказать, бежать вперед в паровоза. Так как я не щупал сам еще эту игру. Прикиньте, окажется прикольная, быстрая, комедийная какая-то, какое-то приключение. Все может быть, ребята. Я этого не исключаю. Но, насколько я знаю, насколько я был наслышан. Это, опять же, тупой, тупая подделка по одноименному фильму. Не знаю, посмотрим. Jumanji, это видеогейм. Опять у нас все вот эти вот персонажи, которые у нас встречаются в игре. И точно, в принципе, такая же ситуация, как и со всеми вот такими редкими играми. У нас можно купить для PlayStation 4. Если поохотиться нормально, то взять на Xbox. Забудьте, ребята. Вот просто забудьте. Я же, опять же, прекрасно знал, что есть версия для Xbox. И не покупал для плойки. И вот, видите, настал тот день, когда я тупо сам того не знаю. Лазаю и собираю там какие-то другие игры. Я натыкаюсь на нее, а сразу в короб за 20 евро пойдем. И, опять же, одним кликом на слово «купить» пришла вся вот эта пачка игр. Это вообще самый офигенный закуп за всю историю моих закупов, ребята. Как удобно. Сразу пришли все диски. Я их сразу распаковал. Все, забыл про них. Классно. Не надо ничего ждать. Пока и придет та игра, пока придет та игра. И здесь нифига, смотрите, да? Только один диск Jumanji и все. Ну, окей. И вот такая вот у нас игрушка, ребятки. Вот этот вот скрин мне понравился уже даже в магазине, когда я выбирал эту игру. То есть, какое-то что-то такое приключенческое. Я не знаю. Вот прикиньте, мне понравится. Я вам в интро говорил, да, что мне вот эти открытые миры, вот эти вот блокбастеры уже поднадоели. А с другой стороны, я говорю, что вот это какая-то дешевка, подделка. А может быть, наоборот, вот это мне так понравится, что я не смогу от нее отлипнуть. Ребята, не знаю. Не буду бежать вперед паровоза и обзывать игру плохой, так как я ее еще сам не щупал. Jumanji, это видеогейм. Эй, ты! Бежать обзор! Я вижу опасность вверх! Здесь по-быстрому, ребята. Это оффроуд рейсинг. Багги, ATV и мото. Это у нас обыкновенная гонка, где багги, как вам сказать, соперничают с другими видами транспортного средства. Игруху я собирался в коллекцию купить давным-давно, но она исчезла, опять же, из продажи у нас в Германии. И, как вы видите, мне пришлось купить не немецкую, а европейскую версию. Повторю, здесь также мульти 5. Это бабки, не ходи, как говорится. То есть здесь немецкие, может быть, даже и русские субтитры будут. Хотя про последние не уверен. И взял за какие-то, по-моему, 15, по-моему, по-моему, 15 евро, ребята. То есть цена очень-очень такая хорошая. И не ждите от игры ничего такого. Графика, здесь PlayStation 2 геймплей. В принципе, тоже PlayStation 2 тупо. Хотел игру в коллекцию. И вот, ребята, игра в коллекции. Ни больше, ни меньше. Для большинства из вас, я уверен, 90% зрителей, кто смотрит мои вот эти видосы, вам даже одним глазом не стоит смотреть на эту игру. Для вас она абсолютно может пройти мимо. И, в принципе, она мимо меня прошла. Но я, вы знаете меня, я очень толерантный человек. Я люблю все-таки ради интереса смотреть, что там было, что будет. Какие игры как выглядят. И вы понимаете. То есть, я почему-то уверен, что эта игра интересна только мне, ребята. Так что не будем на ней задерживаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кобра Кай. Каратэ Кит. Сага Континьюс. Без понятия, что это такое. Давным-давно, год назад где-то, я увидел в швейцарском, на швейцарском сайте у нас вот эту игруху. По-моему, если мне не изменяет память для Nintendo Switch. И думаю, ну, это, в принципе, как всегда. Вот на Nintendo Switch вышла очередная прикольная игруха на физическом носителе. А для плойки, и тем более для бокса не будет. Но нет, вышла и для плойки, и для бокса. И опять же, так как это Maximum Games, у нас днем с огнем нигде в эту игру не найдете. На eBay можно найти Xbox-версию за 45-50 евро. То есть, без пересылок, все нормально. За полтинничек. В этом же магазине я ее взял за 20 евро. Абсолютно того, опять же, не знаю, что у нас на территории Германии. Есть где-то магазин, у кого вот эта игра. Что это такое? Ребята, насколько я знаю, насколько я наслышан, я не фэн таких игр. Но это у нас битэмап, по-моему, где мы бегаем справа налево, слева направо и деремся. Все. Это обыкновенная такая, чуть ли не инди-разработка. Но, по-моему, если мне не изменяет память по какому-то то ли мультику, то ли фильму. Потому что здесь даже присутствует, вы видите, надпись Sony Pictures Television. То есть, очень прикольно, да? Как вам сказать, такой прям разрыв третьей стены, блин, когда у нас все, Xbox, 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 и на Xbox написано Sony. Это очень прикольно. Так, открываем. По-моему, даже на Limited Run Games я видел эту игру. Или что-то похожее. Короче, не буду туда сейчас за этого заглядывать. Cobra Kai, не знаю, не знаю. Опять же, единственное, взял в коллекцию из-за того, что есть диск для бокса. И просто тупо интересно взглянуть, что это такое. Так что, ребята, уверен, это будет что-то типа, знаете, какого-то очень дешевой подделки. Например, Streets of Rage. Или каких-нибудь там боевых жаб. Вот что-то такое. Ну, не знаю, ребята, не знаю. Субтитры делал DimaTorzok Hold the personal skill button and press punch to use your punch skill. Skills must cool down before you can use them again. Press this button to unleash attacks using the environment. Та-да! Five Nights at Freddy's. Ребятки, для Xbox. Вот он у меня в коллекции благодаря NetGames вот этому магазинчику. На PlayStation у нас кругом ее можно купить. На Xbox чертас, как говорится, два найдете. Опять же, уже собирался заказывать Эзо Бугра за большие-большие деньги. Но нет, здесь она продается за 30 или 35 евро. То есть, в соотношении с другими играми немножко дороговато. Но когда думаешь и знаешь, или задумываешься о том, что эта игруха не выходила, судя по всему, у нас в Германии, то в принципе все нормально. Это опять у нас Maximum Games, как вы можете посмотреть. И это у нас, да, игруха Five Nights at Freddy's с какими-то приколюхами. Как вы видите, там какие-то Sisters Location, без понятия. Это у нас survival horror в таком, на движке на таком сделан, знаете, на таком чуть ли не мультиком. То есть, реалистичности здесь очень мало. И я вообще очень-очень мало соприкосновений у меня было с информацией по этой игре. То есть, я до сих пор вам не могу точно сказать, что это. То есть, знаю, что это survival horror. То есть, вы знаете, survival horror мне нравится, тем более, когда выходит на дисках, надо брать. Будем смотреть, что это такое. Я где-то на YouTube давно-давно пытался посмотреть геймплей. И куда бы я ни клацал на YouTube, кругом какой-то, знаете, вот так вот, какой-то, я не знаю, какой-то уровень. И 20 минут вот на одном и том же месте. И я не знаю, как геймплей там выраженный. Нам нужно или убегать, или прятаться, или еще что-то. Без понятия. То есть, буду знакомиться с игрой впервые. Five Nights at Freddy's Core Collection. Почему Core Collection? Потому что, судя по всему, у нас здесь вот эти вот всякие добавления. Не знаю. То есть, вот-вот-вот это вот я видел. Всякие какие-то надписи непонятные. Что это? То ли это камера наблюдения, и мы играем с камерой наблюдения. То ли еще что-то. Что вот это вот за вот такие вот непонятные персонажи? Ребята, не знаю. Так что, в коллекции Five Nights at Freddy's. Круто. Продолжение следует... Следующая игруха, которая, в принципе, ребята, я знаю, что никому, кроме меня, больше не нужна. И ни в коем случае вам никому ее не советую. Это MR4 Motoracer. Я просто знал, что есть физноситель для бокса, которого у меня еще нет в коллекции. И как бы, ну, есть и есть. А тут в магазине он лежал, и почему бы не взять, знаете, за какие-то 15, а может 20 евро. Взял и думаю, пусть, пусть, пусть будет. Это вот у нас опять, вы как можете посмотреть, это у нас гонки на мотоциклах по каким-то, то ли полям, то ли еще что-то. И что мне интересно показалось, то вы посмотрите, помимо того, что вот этих вот мотобайков, которые, в принципе, и должны ездить по грязи, по пустыням, у нас еще есть вот такие вот спортивные байки, которые несутся по грязи с шинами, которые, в принципе, сделаны для трасс. То есть, я не знаю, то ли это, то ли это немножко нереалистичная игра, судя по всему, да, потому что Микроиц или Макроиц делал игру, то есть, ну, я не знаю, буду смотреть. Кстати, ребята, небольшое ответвление о Макроиц. Я посмотрел на днях полностью прохождение игры Сиберия четвертой части, она как-то там называется World Beginning или как-то, ребятой, какая же это красотенечка. К сожалению, сейчас пока только доступно на компьютерах, все ребята, у кого компьютеры, я вам очень дико завидую, честно скажу, но анонс уже для консолей был, еще даты релиза в принципе нету, но анонс был, что игруха выйдет, конечно же, и на консолях. Очень жду Сиберию четвертую часть для консолей. Просто вспомнил, когда я вижу Макроиц, я сразу вспоминаю о Сибири. Так что, ребятки, Moto Racer 4 и опять же, как и в принципе, и с Off-Road Racing, баги, ATV, Moto, которые я вам показывал, вон, вон там они лежат. То есть, опять же, графика PlayStation 2, геймплей PlayStation 2, но почему бы нет, знаете, почему бы нет, пусть будет. Кстати, какой год? А год у нас 2016, ребята, вот насколько старая уже игрушка, прикиньте, 2016 год. Вот, вышло 3 года после того, как у нас вышли консоли PlayStation 4 и Xbox One. Класс! Наконец-то в коллекции, ребята, MR4. Я не знаю, что такое MR, скорее всего, Moto Racer, а, Moto Racer, тут же написано, боже мой, окей, Moto Racer 4. Не спрашивайте, где первая, вторая и третья часть. Скорее всего, для PlayStation 3 были и Xbox 360, хотя я их там не видел. Так что, не спрашивайте, я без понятия, где остальные три части. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, ребята, Zombieland Double Tap Raw Trip. Я не знаю, откуда такое название, но окей. Сутья по всему, это игруха по одноименному фильму, по-моему, или сериалу. То есть, я не знаю, меня как-то один раз, я отлично это запомнил, человек спросил, а у тебя есть в коллекции или будешь покупать в коллекцию Zombieland? Я, конечно же, написал, конечно же, буду, нравится мне игра, не нравится, конечно же, буду, рано или поздно. Но проблема, у нас игра не выходила в Германии, я не знаю, с чем это связано. Или из-за того, что игра портальная, хотя не думаю, потому что в Швейцарии я ее тоже не видел. То есть, тупо каким-то образом, опять же, вот этот физический носитель для Xbox от Maximum Games каким-то образом прошел мимо нас. Не знаю, но окей, сейчас я его взял, и я прям рад. Насколько я знаю, игрушку можно, конечно же, играть в соло, но лучше всего играть в кооперативе по мультиплееру. И это у нас такое, знаете, топ-даун перспектива, то есть, мы видим все с верхнего, или от верхнего лица, выбираем какого-то персонажа, идем, убиваем. То есть, ничего сверхъестественного. Это типичная такая, знаете, опять же, игруха по лицензии. И, да-да-да, вот здесь вот написано Columbia Pictures, да, то ли фильм, то ли сериал, не знаю, я не видел. Я не совсем, знаете, такой фэн зомби вот этих вот сериалов и все такое, потому что они тупо все на одно лицо. Zombieland Double Tap Road Trip. Не знаю, опять же, повторюсь, что это за название такое, но вот она у меня, ребята, в коллекции. И, слава богу, не вижу смысла здесь долго затягивать. Субтитры сделал DimaTorzok DreamWorks Spirit Lucky's Big Adventure. Опять же, игруха, судя по всему, по мультику, да, по рисованному мультику от Диснея, по-моему. Нет, не от Диснея, а от DreamWorks. Блин, тут же написано DreamWorks. И, в принципе, я этот мультик не видел, но почему я взял игру? Потому что, ребята, опять же, физический носитель для Xbox очень-очень дорого у нас стоит и очень ценится среди, я не знаю, то ли любителей тупо физических носителей для бокса, то ли тупо любителей вот этого мультика. На PlayStation 4 у нас можно без проблем эту игру взять, для Xbox фиг где найдете. Я уже собирался покупать у моего того посредника, помните, да, у меня магазин есть в игромании, который находится, которому я даю заказ. Например, купите мне, пожалуйста, ту или иную игру, я потом жду 2-3 недели. Они заказывают, игра к ним приходит, они мне ее пересылают. Мне обходится игрушка немножко дешевле, чем если бы я ее сам заказывал. То есть, ну понимаете, и там эта игруха у них стоит 55 евро, плюс, конечно, еще и пересылочка. То есть, можно так посчитать 60. Эту игруху на NetGames на вот этом сайте я взял за какие-то 20 или 25 евро, не помню. Короче, даже 30-чика нету. Это в 2 раза дешевле, чем вообще где-либо я бы мог ее купить. Пусть будет OutRideGames, опять же, я вам все уши уже сегодня прожужжал, то есть, поближе к которой делает нишевые продукты на физит-носителях. Здесь у нас надпись, это official voice of Lucky, то есть с официальным голосом Lucky. Наверное, именно та девчушка я озвучивает, которая озвучивает вот эту вот главную героиню в мультике. Но окей. Игруха из нас, из себя представляет именно такую игруху, как, знаете, скорее всего для маленьких девчушек, которые, я не знаю, ухаживают за своими лошадями, пони, скакают на них и все вот это. То есть, ни больше, ни меньше. И для меня, вы знаете, есть физит-носитель для бокса, будет у меня в коллекции. Плюс сам, конечно же, опробую. Да, вы будете смеяться, но, ребята, даже такое я включаю и целенаправленно знакомлюсь с игрой. Потому что, если не знакомиться с играми самому, я вам много раз уже говорил, то может. Действительно, произойдет такая тема, что много игр пройдет мимо вас, а вы не будете знать, хорошая она или нет, просто если вы будете жить стереотипами. То есть, если вы видите маленькую девчушку, лошадку, значит, это игра для девочек и детская. Все, не надо в нее играть. Вы посмотрите, сколько, например, детских игр выходит на Nintendo Switch и много больших дядек сидят и рубаются вот в эти вот детские игрушки. То есть, здесь, ребята, в наше время стереотипы уже не катят абсолютно. Десочек, никакого, к сожалению, наполнения. Spirit Lucky's Big Adventure. Круто, круто, круто. Круто, круто, круто. Ну, ребята, последняя игруха для Xbox в этом закупе. Это у нас уже 25-я игруха. И я, конечно же, напоследок оставил самое-самое вкусное, самое интересное, которое действительно, ребята, просто, я не знаю, сейчас сорвет башню у вас у всех. Наконец-то я смог купить диск за вменяемые деньги, за 30 евро. Да, ребята, 30 евро. Кругом на Xbox она стоит полтинник, 60 и до 70 доходит. Класс. Игра, которую очень-очень долго ждал. Конечно же, речь идет о... Свинка Пеппи. Или Пеппа. Да, по-моему. Да, ребята. Все, что я сказал ранее, конечно, это все было, знаете, так сказать, сарказм и ирония. Но частичка правды там была. Фиг, где вы ее найдете на Xbox. Наконец-то она у меня. Дружище, кто мне почти каждый закуп пишет, прикалывается. К сожалению, нет свинки Пеппи. Пеппи. Дружище, вот она. Наконец-то я ее взял. Благодаря тебе, потому что ты мне постоянно про нее надпоминал. Так. И ни одной серии вот этого сериала я не видел, ребята. Я не видел ни скриншота. Я не видел вообще ни одного фрагмента, ни одного фрейма игры. Ничего не знаю. Знаю только одно. Очень трудно найти физноситель для бокса. Outright Games, опять же, и все. Как только я нашел вот в этом магазине NetGames, сразу взял их за 30 евро. И прикиньте, даже сейчас, когда мы можем вот так вот, знаете, взвесить вот это все. Сколько у нас было сегодня игр, которые, как я считаю, более прикольные, чем вот это. И мы их покупали за 20-25 евро. Вот это стоит 30. Потому что даже NetGames прекрасно понимает, что фиг вы где найдете физноситель для бокса. А во-вторых, я не знаю, то ли его мало, то ли еще что-то. Без понятия. Вот он, наконец-то, этот диск у меня. Ой, какая безобразная рожица у этой свинки. И такое ощущение, что где-то нос не там. Да, нос должен быть здесь где-то. Оно повело. Я не знаю, кто рисовал, какой наркоман это все. Но, слава богу, оно у меня в коллекции. И в игре, я даже не знаю, чем нужно заниматься. Вот смотри. Мы можем в грязи ковыряться. Мы можем вон там опять в грязи ковыряться. Можем какие-то... Я без понятия. Ребята, не знаю. Не знаю. Опа. Ничего, к сожалению, нет. Диск один. Да, диск один. И, ребята, этим самым... Этим самым мы закончили наш сегодняшний закуп для бокса. Сейчас мы плавненько после геймплейчика, после небольшой, так сказать, музыкальной паузы, блин, продолжим наш закуп уже с PlayStation 5 играми. Я сейчас сделаю небольшую паузу, попью чайка, немножечко, может быть, пшикну, знаете, так сказать, спреем себе в нос, потому что я чувствую, он что-то у меня вот так вот забился. Не знаю, с чем это связано. И, скорее всего, мой голос сейчас немножко гундосный. Так что сейчас я это все поправлю, ребята, и мы увидимся уже на PlayStation играх. Моя подруга-свинка Пета. Новый друг пришел навестить Пеппу. Как интересно! О, Славна, ты здесь! Добро пожаловать! Мы прекрасно проведем время. Ты здесь, ты здесь! Мы отлично проведем этот день! Итак, ребята, и теперь продолжаем смотреть в этом закупе теперь уже на PlayStation 5 и PlayStation 4 игр. Я не знаю, в каком они у меня сейчас разнообразии здесь лежат. Начну с самого верха и пойдем так далее. Ребята, хочу начать с игры под названием Fist. Да, очень-очень дорого она мне обошлась даже на этом сайте, про который я вам сегодня уже все уши прожужжал, NetGames. Она мне обошлась где-то, я не помню, то ли 45 или 40 евро. То есть, очень дорого. Это связано с тем, ребятки, что версия для PlayStation 5, в принципе, у нас ни на Амазоне, ни на eBay, ее нет в свободной продаже. То есть, я отлично знаю, что есть европейка, но эту европейку вы фиг где найдете. Если даже найдете, опять же, ребята, за баснословные деньги. То есть, я нашел вот этот Fist. И это, ребятки, это японская версия. Вы можете себе представить. То есть, этот магазин NetGames импортировал себе японскую версию и распродает японскую версию. Так как, я не знаю, оказалось или доходит до того, что даже NetGames не может импортировать себе нормальную европейку. Без понятия, как это работает. Так что, ребятки, я, конечно же, взял, как вы видите, все на японском. PlayStation 5, конечно же. И как вот на японских дисках принято, вот эта вот ленточка, как вы видите, она снизу. Очень рад такому, такому раритету. Все на японском, как вы можете посмотреть. Но здесь, конечно же, есть английский язык. Минимум. Также есть еще и немецкий язык. Про русский не знаю. И это, ребята, да, давайте откроем, а то я что-то как-то не знаю. Это у нас игруха, где мы управляем вот этим вот большим кроликом, у которого то ли какой-то нано-костюм, то ли у него какая-то супер-пупер-рука. Я не знаю. И вот мы должны с помощью вот этой вот супер-руки, да, проходить игру. Я не знаю, мне напоминает, если честно, чем-то, как он называет, байо, байоник, нет, байоникл, это друг, а вот как. Вы помните, да, игру, где мы управляли человеком с большим-большой рукой, крюком каким-то. Вот мне напоминает что-то такое. Ну, окей, интересно. Вот этот кролик, вы посмотрите, красавец какой. Какой же это боевой кролик или крольчиха, я не знаю. Но напоминает реально Маркса Феникса, то есть только с большими ушами. Как же это круто. Физ-носитель, конечно же, для плойки очень-очень раритетный. На Xbox, если мне не изменяет память, то игра не выходила. По-моему, это сугубо, по-моему, ребята, прошу в меня сильно камнями не кидать, если я не прав. По-моему, это эксклюзив PlayStation, не знаю. Интересная информация. Здесь написано, смотрите, диск сделанный в Японии, а все остальное, упаковка, плюс принт вот этой вот картинки, все сделано в Гонконге. Классно. Вот такое вот у них идет разделение труда. Диск печатается в Японии, а все остальное печатается на территории Гонконга. И сейчас, интересно, после Xbox надо опять переэтываться. Теперь у нас диски на правой стороне. Прикольно. Там у нас мануальчик и сам диск. Да, ребята, диск один. А то, может быть, у нас нет бонусов какие-то. Нет, у нас один диск. И да, очень-очень дорого, ребятки. Даже на этом магазине NetGames очень дорого. Но я надеюсь, очень сильно надеюсь, что, знаете, оно того стоит. Потому что игрушка меня заинтересовала, как только увидел первые трейлеры. Давным-давно, давным-давно и думал, ну на PlayStation 5-то будет диск. Нифига. Фиг, где вы его найдете. Очень рад. Очень рад такому приобретению. Lake. Да, ребята, и про эту игру я вам уже, конечно же, немножечко рассказал в интро. Эта игруха доступна в геймпассе. То есть все, у кого геймпасс, вы можете спокойно взять, скачать и поиграть. Игруха проходится за 7, максимально 8 часов, если вы все делаете. Я, конечно же, все делал. И я купил себе игру, да. Потому что, вы знаете, у меня нет геймпасса. И если бы был, я бы в нее бесплатно поиграл. Но вы меня знаете, на Xbox я хочу все-таки иметь эти игры у себя в коллекции. Они боятся того, что когда у меня закончится подписка, у меня их отберут. Тут самое интересное, что я, наконец-то, нашел информацию у моего друга, у которого Xbox есть по работе коллега. Я его спросил, сколько ему стоит игра, допустим, Lake, как обладателю геймпасса. И он мне сказал, что она ему стоит 16 евро. То есть для меня, для не обладателя геймпасса, игруха стоила 20 евро. То есть я ее взял в цифре за 20 евро на Xbox Series X. А для моего коллеги она стоит 16, если он себе его захочет купить. То есть я уже реально подумываю взять геймпасс только для того, чтобы по 4 евро экономить на покупках. Потому что, как я могу посмотреть, у меня последние игры, там половина все в геймпассе было. Класс. Ребятки, Lake, что это такое? Это игрушка, где вот эта вот девчушка приезжает 20 лет спустя в свою деревню. По-моему, это Оклахома или Орегон, я не помню. То есть такое село деревенского типа. Прикольно. И она должна на 2 недели заняться работой своего отца. А что отец сделал? Тупо развозил почту. Да, почту и пакеты. И вот мы приходим на 2 недели. И мы 2 недели занимаемся одним и тем же, что развозим почту. Ребята, это все слышится очень банально и неинтересно. Вы знаете, как меня игра затянула. Это настолько игра прикольная, которая отличается от всего нынешнего ААА блокбаста. То есть вообще здесь нет открытого мира. Здесь нет вопросиков на карте. Здесь все очень интуитивно, интересно и расслабляюще. Как я, не знаю, расслаблялся. Действительно, езди я или езжа в моем фургончике по этому городочку маленькому. И тупо возле практически каждого дома останавливался и раздавал почту. Или звонил в двери и отдавал им пакеты. Конечно, это не вся игра. А тут можно еще, я не знаю, вы встречаетесь с людьми. Которая, например, Энджи, это владелица местного магазина. А все это происходит в 88 году. И у нее магазин, она там дает видеокассеты на прокат. И хочет, чтобы вы ей помогли там кое-чем. Плюс старая подруга ее встречается. Плюс еще чувачок-лесник, девчонка-механик. Короче, очень прикольное такое, знаете, такое, как вам сказать, я даже не знаю, такое обыкновенное белое приключение. То есть, никакой чернухи, никаких убийств, ничего. Обыкновенно спокойно. Я пока не прошел на 100%, не успокоился за 7 часов. И, конечно же, без всяких взял еще себе на физическом носителе для PlayStation. Потому что, к сожалению, этот физноситель выходил только для PlayStation 5 и PlayStation 4, по-моему, для бокса нету. А, 86, пардон, не 88 год. 86 год, прикольно. И да, вот мы разносим почту, ребята. Мы разносим почту, разговариваем с людьми. Диалогов очень мало. У нас есть радио. Мы когда ездим по вот этому прикольному псевдо-открытому миру. У нас вот лейк, вот это озеро. И вокруг него мы ездим, развозим почту. У нас есть радио, мы слушаем всякого диджея какого-то там, который сидит где-то в какой-то хижине глубоко в лесу. Классно. Очень, очень прикольное приключение. Ребята, никому не советую. Потому что такие игры нравятся только мне, как я могу посмотреть по, знаете, я не побоюсь такого слова, по статистике. То есть, очень мало людей, кому эта игра зашла. У меня в друзьях несколько есть товарищей, у кого Game Pass. И я вижу, что эту игру начинали много людей. Но одну трофею только завоевали и все. А это где-то, ну, примерно максимально час или два игры. То есть, не всем такое зайдет. Я очень, очень такое приветствую. Лейк. Обалденно. Все выглядит красиво. И здесь вы посмотрите, даже карта с игры. Ну, это просто круто. Providence Oaks. Welcome to Providence Oaks. Класс. Ребята, это офигенно. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Четко. Так, и сейчас опять я... Это ничего... Да, это я опять, конечно же, не за этого. Так что это сделаю оффгэм. Ребята, Лейк. Очень рад этой игре. То есть, теперь она у меня есть на физносителе, хотя бы для пловечки. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Чернобы лайт. Да, ребята. И, может быть, самые-самые хардкорные зрители помнят, что где-то примерно полгода назад, а может быть немножко больше, у меня эта игроха была для PlayStation 4. Но сейчас у нас вышло обновление для PlayStation 5 и Xbox Series X Я, конечно же, не смог не купить себе игру на диске На боксе, к сожалению, ни первый чернобылайт, ни обновленный чернобылайт не выходил на физическом носителе То есть, игру можно купить только на PlayStation 4 и PlayStation 5 Да, ребята, и что это такое? Это у нас такой, знаете, если можно сказать, это сталкер на минималках То есть, это у нас survival horror от первого лица То есть, я уже все об игре сказал в том видео, когда я ее распаковывал И оказалось так, что игрушка очень классная Очень атмосферная, очень прикольная, даже немного графонистая Но, ребята, на PlayStation 4 очень было много заиков у игры Я очень надеюсь, что теперь, когда у нас вышел патч для Series X Я, конечно же, игру буду покупать также в цифре Потому что проходить хочу именно на Series X Она там 30 евро стоит Вот этот физноситель для PlayStation 5 я купил, по-моему, за 25 евро вот в этом NetGames То есть, очень надеюсь, что вот эти заики То есть, это даже заики были не связаны С фреймрейтом, а именно были связаны заики Как-то с подгрузкой уровня То есть, вы бежите, бежите, у вас раз заик Потом вы бежите, бежите, у вас раз сохраняется место Опять заик И вот это вот не прикольно Очень надеюсь, повторюсь, ребята, что в этой версии это все исправили И да, как вы видите, вот такая вот у нас карта Мне очень такое нравится То есть, ребята, атмосфера хоть отнимая Реально Круто, 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 круто Опять у нас тут какие-то зеленые деревья Деревья садят Потому что, да, игруха у нас, как вы видите, Perp Games Который доминировал прошлый закуп у нас Игр на PlayStation 5 и PlayStation 4 Очень много вот это вот Выходят на физносителях игр от вот этот Perp Games Это вообще И, в принципе, точно такой же у нас диск Только теперь надпись PlayStation 5 Со всеми обновлениями, со всеми улучшениями И точно такая же Как вам сказать? Точно такая же Так как назвать-то, блин? Макулатура И вот такая вот Вот такая карта у нас Вот этой вот зоны Учреждения Или учреждения Я постоянно путаю Как она называется, эта зона-то Ё-моё Окей Обожаю все, что связано с Чернобылем Это для меня прям такой Знаете, такая мистерия до сегодняшнего дня Очень интересно Как будет смотреться на PlayStation 5, ребятки Это еще что? Игать Игать Следующая игру Игруха из серии Перекуп Для PlayStation 5 Это у нас On The Road Track Simulator Да Эта игруха у меня Также, ребятки Была уже на PlayStation 4 И это опять Относится К таким играм Которые Не получили Обновления Для Для PlayStation 5 А вам тупо нужно Покупать новый диск То есть Я не знаю С чем это связано Но да ладно Я по-любому Был бы себе Этот диск в коллекцию И теперь у меня Можно сказать Опять два диска Один для PlayStation 4 Один для PlayStation 5 И в принципе Да Ничего не изменилось С того закупа Ребята Track Simulator Это у нас Симулятор Где мы Ездим Вот на этом Вот траке Развозим Какие-то грузы По Европе По-моему По-моему По Европе И очень Мне такая тема Нравится На PlayStation 4 К сожалению В некоторых местах В кабине Был разрыв экрана И вообще Если играть По обратной совместимости PlayStation 4 То к сожалению Это ничего не вылечивается То есть оно так и остается То есть вертикальная синхронизация Не включена И вот у меня Большая надежда На вот эту PlayStation 5 Нативную версию Что тут Это все будет залечено Кстати Может быть Некоторые из вас скажут Да Сейчас завезли VRR То есть Variable Refresh Rate Для PlayStation 5 И теперь там уже Вертикальная синхронизация Залечена То ребята К сожалению Вертикальная синхронизация Вот этот VRR Он работает только На нативные порты PlayStation 5 То есть Игры По обратной совместимости Как шли Без нее Так и идут То есть те игры Которые поддерживали Вертикальную синхронизацию На PlayStation 4 Или PlayStation 4 Pro Они так и идут Хорошо на PlayStation 5 Те игры Которые этого не поддерживали У них так и будет Разрыв экрана К сожалению Опять же повторюсь В сотый раз Что на Xbox Совершенно другая ситуация VRR Там точно так же действует Только на Xbox Series X Игры Но вертикальная синхронизация V-Sync Включена по умолчанию Во всех играх По обратной совместимости То есть Xbox Original Xbox 360 И Xbox One Кругом Включена вертикалка Здесь На PlayStation К сожалению Такого нет Но да ладно Так что повторюсь Очень надеюсь Что на PlayStation 5 Версии будет включена Вертикальная синхронизация Остальное Все было уже нормально На плойке на 4 И Хорошие загрузки И фреймрейт Более-менее Все было нормально Единственное Когда там В некоторых ситуациях Рвался экран Это было неприкольно Особенно Когда сидишь В кабине И ты поворачиваешь Знаете Свой взгляд Направо или налево И иногда Когда у вас Вокруг деревья Или наоборот Город какой-то Начинает рваться Экран И это просто Знаете Выбрасывало меня Из происходящего И В принципе Очень-очень Такое мне нравится Ребятки Скоро Выйдет Track Simulator Для Xbox Как вы помните Не этот Это Road Track Simulator А то On The Road А тот просто Тупо называется Track Simulator Будет Опять же У нас Выходить на диски Для Series X Обновленная версия Обязательно Буду покупать Классный Офигенный Красивый Несочек Так что Ребятки On The Road Track Simulator Для PlayStation 5 Это Очень-очень Круто Ребятки Следующий Перекуп Опять же Что я имею ввиду Этим словом Перекуп То есть Эта игруха У меня Также есть Уже на PlayStation 4 Мы ее Также год Или полгода Назад Распаковывали Но теперь У нас Снова Вышла Версия Для PlayStation 5 И Я не знаю Ребята Можно ли Апгрейдить Версию Для PlayStation 4 Но если Блин Есть диск Теперь для PlayStation 5 Я обязан Его купить Тем более Мне игра Понравилась Опять же Мердж Как вы можете Посмотреть И это Что и такое Это знаете Это как Вот Чисто Если вот Очень-очень Очень Грубо сказать То это Zelda Breath of the Wild На минималках То есть У нас Также Открытый мир Прикольный У нас Также Обалденные Персонажи И мы Лазим По этому Мерку И даже На PlayStation 4 Было Все Очень Круто Ребята То есть Здесь Мне Даже Подкопаться Не к чему Единственное Что Да 30 FPS Было И здесь Я очень Сильно Надеюсь Что Пусть Будет Та же Самая Графика Только Дайте Нам 30 FPS 60 Боже мой Если Игрушка Будет Идти В 60 FPS Это Будет Круто Честно Скажу Мне Даже 4K Здесь Не Нужно Потому Что Здесь Не Такая Графика В которой Ты Видишь Каждый Листочек Или Еще Что То Видишь Но Не Так Как В Играх С реальной Реалистичной Графикой То есть Мне Здесь Хватит И 1080p 60 Кадров И Как Вы Видите Игра Называется Enhanced Edition Значит Я Надеюсь Что Enhanced Будет Именно Заключаться В Производительности Я Не Знаю Вот 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 Очень Понравилась Игрушка Мне На PlayStation 4 Очень Очень Я ее Не Проходил Я Очень Долго Играл Но Да Ладно Так Здесь У нас Да Здесь У нас Просто На Каждых Языках Написано Что Об Чем Игра Но Нигде Я Не В Чем Заключаются Улучшения Для PlayStation 5 Очень Интересно Было Было Все Посмотреть Сразу На Подкассетнике Было Классно Если Нам Писали Что 60 Кадров Поддерживает Итак Enhanced Edition Ребята И Вот Эту Игру Я Честно Знаете Не Побоюсь Вам Но Очень Прикольно Рад Что У меня Теперь Физический Носитель Для Хотя Б PlayStation 5 В коллекции Потому Что Опять же Эта Игра Как И Многие Многие Другие К сожалению Не Выходила Ни В Каком Виде На Диски Для Xbox Xbox Игруха, сделанная практически одним человеком. И когда я говорю одним человеком, то действительно одним. По-моему, даже то ли товарищ с России, то ли с Украины, то ли с Белоруссии, с Казахстана. Не помню. Короче, откуда-то оттуда, знаете, как говорится. То есть, это даже игрой назвать нельзя. Это у нас тупо такая красивая-прекрасивая демо. Я даже не знаю. То есть, это игра, да, это не демо, но здесь вам не надо никого убивать. Вам не надо разговаривать с NPC или еще что-то. Нет, вы тупо бродите по вот этому замечательному, просто волшебному городу. И игра то и делает, что показывает свои мускулы, как выглядит эта игруха. Красиво. Также есть игруха и на Xbox Series X, но там, к сожалению, только в цифре. И она там в цифре стоит 7 евро. Я ее, конечно же, куплю и хочу пройти там. Но физический носитель, когда я нашел на NetGames, было принято решение просто моментально купить ее. Потому что нигде больше до этого я не видел игру на диске. Тут у нас лежит, сразу забрал за какие-то 20 евро. То есть, вам для вашего понимания, на боксе стоит 7 евро цифра. Здесь физный носитель стоит 20 евро. Игрушка проходится максимально часа за 3, если вообще все-все-все-все расследовать досконально каждый угол. Мне очень интересно все-таки посмотреть, что это. Я ни одного фрейма не видел видео или трейлера или еще чего-то. Я вот только видел вот этот подкоседник и все, я уже заворожен. Ребята, как вы видите, у нас какой-то город, где растения начинают его забирать к себе назад. Я не знаю, куда делись все люди, почему их нету. Но это, судя по всему, это не Чернобыль. И вот мы здесь лазим. И посмотрите, у меня даже... У меня даже в руках, смотрите, труба. Неужели здесь надо будет обороняться? Ребята, очень и очень интересно. This is only YouTube, but nothing remains for my life. Да, как говорится, здесь только ты один. И просто вот этот вот непонятный мир. То есть, ну... Да-да-да-да, вот написано. Ребята, Game by Сергей Носков. Вы видите, да? То есть реально от одного человека. Я обожаю, когда вот такие проекты, мало того, что выходят в цифре, да еще и выходят на физносители. Ну, это вообще... Кто у нас отвечает за физноситель? Something? Something, да? Или что тут написано? Something? Something you? Или something you? Я не... Короче, вот эта фирма сделала нам физноситель. Это похвально. И, ребята... Ребята, книга. Единственная книга в нашем сегодняшнем закупе. Книженца лежит в PlayStation 5 игре In Race of the Light. Опять же, у нас были более-менее продукты. У нас были MotoGP 22. У нас Fist был. У нас Chernobyl Light. Но только книга лежит в игре, которую сделал один человек. Опять же, повторяется или, не знаю, подчеркивается моя мысль. И, как сказать, вот вам пруф того, опять же, что чем индюшатнее и дешевее игра, тем больше в нем наполнитель. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, ребята. Я что-то пока, знаете, я вообще слов не нахожу. Как это красиво, как это все круто, как это замечательно. Здесь, кстати, качество, как раньше DVD были, помните? Когда вы смотрите сейчас DVD на 4K телевизоре, вот такое качество, где вы листьев не видите, у вас такое мыльное месиво. Слушайте, здесь автор, наверное, пишет, как он вообще... О, смотрите, тут на русском все, ребята. Здесь Сергей Носков писал по-английски, а вот здесь вот, смотрите, у нас Сергей Носков пишет все по-русски. Это ремейк и переосмысление оригинальной инди-игры The Light 2012 года. Первоначальный проект был пробой пера, положившей начало моего пути в мире гейм-дева. Игра содержала в себе общую моральную концепцию, связанную с опасностью и пагубными последствиями деятельности человека. Ремейк игры также обзавелся более оформленной сюжетной веткой, которая с помощью записок и деталей окружения повествует нам о последних событиях, происходивших в этом богом забытом месте. В отличие от оригинальной версии света, игроку становится более понятно, что произошло много лет назад и кем является главный герой. Данный проект стал для меня чем-то большим, чем просто игра. Это высказывание в очередной раз, призывающее подумать о том, что важно и о чем нельзя забывать. Сергей Носков, разработчик. Серега, тезка, ты просто великолепен. Как можно одному разработчику сделать так, чтобы тебя заметил Microsoft, чтобы тебя заметил Sony и чтобы твои игры выходили на физносителях для PlayStation 5? Это похвально. Серега, ты мой герой. Как это круто. Вы посмотрите. О-о-о-о-о-о. Ребята, просто вынос мозга у меня нет слов. In Race, Off Light. Теперь-то мы реально, знаете, немножко опрокинули света на мое непонятие игры. Это, оказывается, ремейк игры The Light 2012 года. О как! Вот такие бы брошюрки во все игры клали бы вовнутрь, и мы бы сразу понимали, о чем игра. Класс! Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Она была довольно-таки дорогая. Субтитры создавал DimaTorzok Очень мне понравилась любовь. То есть, нравится мне все такое непонятное. И вот опять я не могу понять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Окей. Они мне сейчас делают фан. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, вообще не тянет. Ну, никак. Первую часть в свое время прошел с удовольствием, потому что это было что-то новенькое. Открытый мир был более-менее такой. Я прошел с первого раза на платину. Услышал людей, кто говорит, о, выбивал платину в Horizon Zero Dawn. Как можно ее там выбивать? Она проходится на один раз и дается тебе автоматически. Если ты более-менее все правильно сделал. То есть, ну, окей. Так что, не знаю, когда у меня будут вот эти все эксклюзивные игры. Ghostwire Tokyo. Они лежат на прилавках мертвым грузом и никуда не деваются. И уже через год их можно будет по 10 евро покупать в любом магазине. Вот такие вот жемчужины уходят махом. Так что, ребятки. Хоа. Посмотрим, что это такое. Поехали. Об этом. Поехали. Ну и теперь, последние, ребята, три игры для PlayStation 4, которые также, как и все остальные, идут по обратной совместимости, и это, конечно же, если вы знаете, если вы смотрели это видео, когда я лазил по этому нетгеймсу, вы прекрасно помните, что я себе хотел. Да, я, конечно же, хотел себе игру под названием Tedir God, то есть, как его, не осел, как его, олень, то есть, олень, бог ли, важной олень, не знаю, ребята, ой, как мне нравится вся вот такая вот непонятная индюшатина, где нам нужно не бегать, прыгать, стрелять и что-то делать, а вот что-то вот такое, потому что сколько раз, я говорю, уже пробовал такие игры и постоянно натыкаешься на что-то прикольное. Это у нас пиксель-арт, если кто не знает, то есть, все такое пиксельное, вот как вот этот тюлень, вы видите, он, ну, вы весь пиксельный, вы видите, мне нравится такое, то есть, повторюсь, ребята, я очень толерантный человек, я обожаю все такое, игруха стоила своих, по-моему, 30, нет, 20 евро, да, опять же, если кому интересно точно, сколько эти игры стоили, прошу в то видео, где я лазил по этому магазину, и там вы все можете посмотреть. И вот мы, посмотрите, бегаем по крутейшему, просто по моему мнению, какому-то миру красивому, что-то делаем, я не знаю, что нам нужно делать, но здесь, смотрите, какое-то кладбище, плюс у нас линия, смотрите, то ли жизни, то ли чего там, красная, зеленая, синяя, я не знаю, то ли выносливость, а если выносливость, то как так. И Red Art Games, ребята, что такое Red Art Games, что-то знакомое. Red Art Games, у нас сегодня был Red Art Games уже или нет, а? Не помню, но что-то знакомое. Так что этот диск ни у нас в Медиамаркте, ни у нас на Амазоне, нигде я его не видел, я его впервые увидел вот на этом сайте, ничего об игре не знал, сразу тупо взял и все. И да, к сожалению, хоть это и инди-разработка, но у нас ничего, никаких вложений нету вовнутрь. Будем смотреть, что это такое, ребятки. The Dear God. The White Day, то есть белый день, лабиринт named school. То есть лабиринт по имени школа, или который называется школа. Когда я лазил по магазину Net Games, я увидел эту игруху, и мне очень много человек порекомендовали ее, так как я любитель такого жанра, хоррор-сурвайвала, или просто хоррора. И я знал об этой игре, но почему-то я до последнего думал, ребята, что это визуальная новелла, но оказалось не так. Это нормальные 3D-приключения, то есть здесь есть заставки, как в новелле, по-моему, по-моему, опять же, это не точно. Но также можно лазить по школе в 3D, по-моему. Опять же, мне написали, что тут есть 3D. Я, повторюсь, думал, что это новелла. И если здесь есть 3D, где можно тупо бегать по школе, это уже плюс все, это классно. И я бы, ну, честно вам скажу, не прошел бы мимо, так как такие игры я собираю. Опять же, физический носитель доступен только на PlayStation 4. На PlayStation 5 у нас игра идет тупо по обратной совместимости. На Xbox можно взять в цифре за, по-моему, 15 или 20 евро. Не выходил, опять же, на диске игруха для бокса. И, как мне сказали, здесь человек какой-то, как его назвать, опять же, который отвечает за школу. Не хаусмастер по-немецкой, а как, помните, да, у нас недавно был, я прошел полностью игру за один час, которая, я не помню, как она называлась, Frightens, где мы играли за человека, который ответственный за домохозяйство. И вот здесь человек ответственный за школу. И какого-то лешего он начинает нас преследовать. Я не знаю, что мы делаем в этой школе. Почему, где другие дети или учащиеся. Не знаю. There you have to notorious Korean horror classic. О, ребята, так это корейский хоррор. Окей. То есть, я почему-то до последнего думал, что это японский. Нет, это корейский. Но окей. Аудио у нас на английском и на корейском. Субтитры на всех языках и даже есть русский. Вы можете себе представить? PS Pro enhanced. То есть, у нас улучшение для прошки. Значит, более-менее игрушка будет выглядеть в плане разрешения. Классно что-то. Ага. Туговато шел диск. Думал, не дай бог нам два диска сюда поклали. Но нет. White Day. Labyrinth Named School. Теперь игруха у меня также в коллекции. Большое спасибо всем тем, кто мне все-таки наставительно порекомендовали взять игру в коллекцию. Я, конечно же, бы ее взял. Но приоритет у нее был не слишком высокий. Так что когда-нибудь я бы ее в конечном итоге взял. Но благодаря вам это произошло намного быстрее. И этим самым я познакомлюсь с игрой. И если мне уж действительно она понравится, я захочу ее проходить. Возьму в цифре для бокса. КОНЕЦ и последняя игра у нас сегодня вот в этом закупе и последняя игра для playstation игрука под названием tandem a tale of shadows очень очень новая игра только что вышла я до последнего сомневался что игруха вышла только для playstation 4 я почему-то я был уверен что она также будет для playstation 5 но нет на playstation 5 она не вышла существует только одна версия на физическом носителе для playstation 4 для с nintendo switch я уверен также есть для бокса опять же только в цифре ребята она в цифре стоит свои 30 евро так как она новенькая еще игрушка так как сказать свежачок и что это это у нас пазл платформер то есть каждый шаг на каждом шагу на встречают какие-то непонятные пазлы то есть загадки и мы вот такая вот прикольная девчушка вот с этим вот прикольным тэдди бером так сказать этим как его медвежонкам должны я не знаю ну докопаться до истины помогая друг друга очень мне почему-то понравился арт напоминает чем-то элис мэднес ретернс и вообще все игры алисы и вот такая вот у нас тема ребятки я не знаю на первый взгляд может показаться что-то непонятное и в принципе это и есть что-то непонятное здесь тупо нужно садиться и играть сразу у нас аудио сугубо на английском и субтитры практически на всех языках в том числе и русский так что можно даже вам не смотреть в описании уже ясно понятно что игра поддерживает русский язык так не могу понять почему у нас до почему-то очень трудно и я постоянно думаю что у нас два диска окей прикольная такая деваха смотрите класс и что это у нас какая-то они какая-то просто это нам не нафиг не нужно уходит так как игре абсолютно никакого отношения не имеет и у нас потусторонний арт ребятки вот такой вот у нас нормальный арт и вот такой вот у нас потусторонний арт прикольный замок замок выглядит как механизм для часов то есть все говорит о том что да здесь загадки будут реально зубодробительные насколько я могу вот так вот сейчас вот знаете по первому взгляду игрушку оценить мне кажется здесь будут реально вам не кажется что я в этот раз все-таки неправильно что-то сделал потому что никогда у меня свет не отражался раньше или слишком близко или слишком далеко чёрт с ним боже мой ребята последняя игруха в этом закупе тандем отел of shadows и Итак, ребята, вот и подошел к концу очередной закуп. Да, это была очень длинная, долгая история. Надеюсь, я сделаю все немножечко покомпактнее, немножечко поменьше геймплейчик будет. Надеюсь, ребята, вам понравилось. То есть вы более-менее провели вот эти последние два часа. Я почему-то думаю, что видео будет два часа, не дольше. А может быть даже все три, но не суть. Мы сегодня с вами посмотрели на всего 35 игр. 25 для Xbox, 10 для PlayStation. Ребята, большое спасибо, что вы до сих пор со мной. Я постоянно, как ни зайду на канал, смотрю, подписываются новые люди, что-то комментируют. Я очень рад, что мое вот это вот хобби, знаете, как говорится, смотрят и следят за ним очень многие люди. Вот эти закупы игр нравятся не только мне, как я могу посмотреть. То есть и дошло, ребята, до того, что очень приятно, то есть когда раньше у меня были, знаете, видео назывались пополнение коллекции, вот это все. Как-то я стал называть мои закупы, закуп игр. Я смотрю, очень много появились на YouTube другие каналы, маленькие или наоборот там даже большие. И у них тоже теперь начинается название закуп игр. То есть или игровой закуп, или закуп игр. Раньше везде все называлось как пополнение коллекции, или игра на полку, или еще что-то такое, да. А сейчас кругом закупы игр. И это очень прикольно. И действительно я в каком-то, знаете, моменте даже поймал себя на мысли, что а не может быть такое, что именно из-за моих видосов начали вот так называть. Потому что раньше, из-за чего я назвал закуп игр, потому что нигде YouTube не выдавал мне по поиску ни одного видео. Это очень-очень круто. Раньше, повторюсь, везде было пополнение коллекции, вот это все, или пополнение коллекции игр на консоль, на какую-то там, на PlayStation или на Xbox. Закупов ни у кого не было. Очень круто за этим смотреть, что некоторые люди даже, знаете, нравятся закупы, и они тоже свои видео так называют. Очень-очень круто. Ребята, не знаю, вы видите, под конец видео у меня развязывается язык, потому что охота поговорить не только о играх, а вообще о околоигровой тематике. Вообще обо всем. И, как я уже сказал в интро, будет обязательно видео, где мы тупо с вами поговорим обо всем, что касается игр, что не касается. Просто, знаете, поговорить, ребята. У меня не сказать, что есть о чем с вами поговорить, но просто тупо посидим, поговорим. Ребята, большое спасибо, что вы были со мной еще раз. Пишите, что вам нравится, пишите, что не нравится. Я никого, ребята, не призываю ставить лайки, дизлайки. И, конечно, когда я лайки вижу, там, 500 штук, как только после того, как выпускаешь видео, это, конечно, круто. Это я сразу вижу, опа, как людям нравится. Это четко. И на ваше усмотрение. Хотите, подписывайтесь, хотите, не подписывайтесь, а хотите, отписывайтесь. То есть, без проблем. Я вижу, что последние видосы, которые я называл «Пробую игру», где я показывал survival horror, я вижу, что каждый видос смотрят очень мало людей. Это понятно, потому что не всем должно нравиться то, что нравится мне. Это практически нормально. А на некоторых видео у меня даже YouTube написал, что «О, два человека отписались». Представляете, на этом, на… Такого я никогда не видел, а мне тут YouTube пишут «О, на вот этом видео два человека отписались». Я думаю, нифига себе, прикольно. То есть, людям не всем это нравится, я продолжаю это, конечно, делать, потому что, еще раз повторяюсь, ребята, мой канал может себе это позволить. Я не набираю ни просмотров, я не набираю ни подписчиков, я не встремлюсь к рекламе, я, наоборот, ее отовсюду отбиваю, где только можно. Как-то так, ребята. Обо всем об этом мы поговорим в других видео. Большое-пребольшое спасибо вам в третий раз уже. Увидимся в следующем закупе. Это будет, опять же, я думаю, закуп с игр на 20-25, если не 30, потому что еще один закуп я сделаю в этом магазине, потому что там есть что купить. Конечно же, постараюсь себе, знаете, так сказать, поясок-то подзатянуть, потому что, ну, на 913 или 936 евро закупать игры, это тоже так себе, знаете. Тем более, в сейчасшнее время, ребята, вот эта корона и вот эта вся непонятность, вот это с деньгами, что происходит. Такие закупы делать, это, ну, просто это, ну, немножечко неправильно, как считаю я, но я должен был это сделать, потому что, повторюсь, ребят, хотел одним кликом сразу взять вот это все, сразу сделать видос и уже все потом успокоиться, что отлично, теперь знаю, эти игры у меня в коллекции и они не пропадут. Потому что 80% из этих игр, я, повторюсь, нигде не мог или найти, или стоили баснословных денег, теперь оно все у меня лежит на вот этом месте и теперь дело за малым. Да, это все заинсталлировать, это на Xbox, это на плойку, записать геймплей, все сделать в одно видео, поставить на рендер и надеяться, что YouTube проглотит видео за один раз, потому что в последнее время мне приходится видосы по два, по три раза закидывать на YouTube, потому что он тупо не делает их в 4К. Он делает 1080p и все, 4К, я ждут день, два, нету и только может быть, я не знаю, когда я перезагружу видео, только перезагружу, через два часа уже идет 4К. Не знаю, с чем связано с YouTube, что-то в последнее время какие-то траблы непонятные, надеюсь, сейчас все починили. Ребята, большое, большое всем спасибо в четвертый раз, peace, всем всех благ, чао. Субтитры создавал DimaTorzok